Глава седьмая. Андре Потлетт. Осенью 1878 года в моем лично домашнем быту произошла довольно значительная перемена. Мамочка находила, что я не делаю достаточных успехов во французском языке на уроках слишком добродушного мсье Анри и очень недалекой мадемуазель Леклерк, стародавних педагогов нашей семьи, и решила прибегнуть к способу, который был ей рекомендован какими-то знакомыми — выписать из Франции мальчика, одних со мной лет. Среди публикаций, печатавшихся в Санкт-Петербургской газете, одна показалась ей вполне подходящей. В ней предлагала свои услуги дама, пожилая, вдова военного, которая готова была поступить в качестве гувернантки в хороший дом с условием, чтобы при ней остался сын. Это как раз соответствовало тому, о чем мечтала мамочка. Даму звали мадам Потлет, а сына — Андре. После обмена письмами настал период ожидания приезда этого моего нового друга. В том же, что он станет сразу мне самым закадычным другом, я не сомневался. Ведь он ехал из Парижа, казавшегося мне каким-то благодатным местом. Я и играть, и рисовать, и читать бросил, до того все мои помыслы были направлены к этой встрече. Всюду я писал своими детскими каракулями карандашом имя Андре. Одно из таких начертаний, на сей раз чернилами, можно было видеть еще долгое время спустя, к огорчению мамы, на прелестной цветной скатерти, привезенной дядей Сезаром со всемирной выставки. Наконец большой день настал. На вокзал за мадам Потлет была послана карета, а часов около шести вечера новоприбывшие водворились у нас. Им была отведена красная, моя будущая комната, и парижская дама, видимо, осталась довольна ею. После того, как были исполнены разные, не слишком затруднительные ее пожелания, касавшиеся переставления мебели и прибавления нескольких предметов на умывальном столе. Попросила также мадам Потлет, чтобы были удалены некоторые картины, на месте которых она сразу повесила свои фамильные фотографии, и среди них большой овальный портрет бравого офицера с усами и с испаньолкой, а-ля Наполеон Третий. Я был несколько смущен, заметив, что Андре навершок выше меня ростом. Он был на полгода старше меня. Что же касается до его мамаши, то это была плотненькая дамочка с правильными, но совсем неинтересными чертами лица. Первые дни все шло как по маслу. Мадам Потлет была до нельзя предупредительна и любезна. Андре ласков, с тем легким оттенком покровительственного тона, который дети старше берут в отношения детей хотя бы всего на год их моложе. В общем же, Андре мне скорее понравился. У него были веселые и хитренькие глазки, смешной вздернутый носик. Вел он себя скромно и тихо, с моими игрушками играл осторожно, ничего из них не ломая. Правда, однажды он мне предложил подраться, но, поняв, что мне это совсем не по вкусу, он не настаивал. Однако уже через неделю на мамочкином лице, на котором я умел читать ее затаенные настроения, появилось то особое выражение душевного страдания, которое показывало, что она чем-то серьезно озабочена. И выяснилось, что француженка оказалась особой довольно капризной, привередливой и даже порядком несносной. По всякому поводу она обращалась к маме с разными претензиями. С прислугой говорила резко повелительным тоном, явно выражая свое презрение к этим варварам, а раза три она повздорила и с моей немецкой бонной Софи. Да и столь желанный Андре обнаруживал с каждым днем черты малоприятные. Моим любимым занятием, то есть рисованием, он, видимо, совершенно не интересовался. Он пренебрегал и моим театриком, и моими немецкими книгами, а французские он пробежал в один миг, с таким видом, что все это он уже знает давным-давно. Еще большее фиаско потерпели мои любимые книги из папиной библиотеки, и даже Душенька Толстого, и даже Вельдамур. Он и глядеть на них не захотел. Зато, в свою очередь, вздумал меня поразить принесенными из своей комнаты двумя альбомами с иллюстрациями в красках, представлявшими события французской революции и империи. За это самовольное распоряжение предметами, почитавшимися госпожой Потлет, величайшими драгоценностями, ему была устроена распеканция, альбомы отобраны, а когда и мать, и сын ушли к себе, то послышались и громкие пощечины. Хуже всего было то, что Андре не оставлял меня в покое. Приняв всерьез свое назначение служить мне каким-то ментором с обязательной практикой французского разговора, он все время торчал передо мной и болтал, болтал безумолку, а когда я отвечал, то беспрестанно делал мне замечания, быть может и дельные, но ужасно меня раздражавшие. Я стал остерегаться, как бы он ни проник в мой интимный мир, не помешал бы мне жить, как мне хочется. Кроме того, в этом типичном французском мальчике было что-то определенно чуждое, что меня раздражало. Раздражал его смех, и главным образом причины, этот смех вызывавшие. Раздражало его непрерывное хвостовство, раздражало даже его ловкость, увертливость и гибкость. Совершенно же невыносимыми мне казались его ежеминутные каламбуры и двусмысленности. До его приезда я сам себя считал французом, но теперь несравненно более отчетливо, нежели от контакта с мсье Раулем, с мсье Гастоном, с мсье Анри и с мадам Леклерк, я стал понимать, что французские люди нечто совершенно иное, нежели персонажи в книжках розовой библиотеки. Типичного французика я отчетливо почувствовал уже тогда, когда он предложил мне подраться, и особенно, когда стал мне показывать свои альбомы с картинками французской революции. В перемешку со сценами казней в них были изображены одни только битвы и победоносные триумфы, сопровождая это полными боевого пафоса комментариями. Первый кризис наступил приблизительно через месяц после поселения потлетов у нас. Между нами двумя произошла ссора из-за какой-то сломанной игрушки. От перебранки мы перешли к кулачкам, и, наконец, дело дошло до столь желанной Андре драки. Правда, дрался он осторожно, но тем большую обиду я почувствовал, когда оказался под ним. Оставалось только прибегнуть к военной хитрости. Я стал неистово вопить, а затем прикинулся мертвым. Бедный Андре при виде этого так испугался, что побежал, крича во всю глотку «Шура умер! Я убил Шуру!» Ну и вышла же из этого история. До этого случая мадам потлет держала себя в отношении сына приличным образом, и лишь иногда, за обедом, скорчив призлую физиономию, она подымала над ним руку, грозя, что наградит его подзатыльником. А тут, вслед за криками Андре, я услыхал совершенно странный виск, а когда я, оживший покойник, подбежал к двери красной комнаты, то увидал и совершенно возмутительное зрелище. Мамаша колотила сына кулаками, куда попало, а затем, схватив Андре за волосы, стала его бить головой об стену. Этого я не в силах был вынести. Я бросился на мадам потлет, стал тузить ее изо всех сил, а когда она схватила меня за шиворот, то даже укусила ее в противную пухлую руку. Чем кончилась эта схватка, я не помню, но когда вернулась мамочка, я ей рассказал все, что произошло, и выражение страдания обозначилось на ее добром лице еще отчетливее. С этого дня подобные расправы с Андре сделались явлением обыкновенным, но только для производства их мадам потлет запиралась в своей комнате на ключ, и вопли Андре слышались оттуда приглушенными. Несколько раз вслед за такими сценами происходили между мамой и мадам потлет объяснения, но напрасно мамочка просила строгую и вспыльчивую даму применять другие способы воспитательного воздействия. Она не унималась, и уже редкий день стал проходить без того, чтобы не раздавались крики и тот ужасный стук головой об стену. Не понимаю, как выдержала черепная коробка Андре. Не понимаю и того, как он после таких истязаний мог сразу начинать резвиться и играть. Постепенно положение все более обострялось. А кроме того, мадам потлет, как учительница, не оказалась на высоте. Она не обладала никаким даром преподавания. Снова появился на сцене на учебник Марго, но я уже не смеялся над его глупыми фразами, а она заставляла их заучивать наизусть. Когда же я не точно их передавал, я был склонен по-своему их варьировать, то, не решаясь прибегать к пощечинам и к подзатыльникам, она все же делала мне незаслуженные строгие выговоры. Придиралась она и к моему произношению, требуя, чтобы я картавил или глотал эры на парижский манер, чтобы я соблюдал оттенки разных е. Между тем, у нас в доме на все эти тонкости не обращали внимания и считали все же, что говорим мы все безукоризненно, как французы. Правда, у старшей сестры папы тети Жанетты и у старшего брата дяди Лулу выговор был несколько иной, какой-то более шлифованный и деликатный, но это казалось просто их индивидуальной особенностью, а не какой-то их большей близостью к настоящему языку наших дедов. В конце концов пришлось отказать мадам Потлет. Ей дали нужный срок для подыскания другого места, ей заплатили выговоренную по условию неустойку и три месяца после въезда Потлеты от нас выкатились. Все обошлось по-хорошему, без скандала, но последние расчеты со вдовой командана были произведены в подчеркнутой официальной обстановке, в зале. Мадам Потлет была уже в шляпе и в тальме. Андре сидел на кончике стула и держал в руках свою шотландскую шапочку. Уходя, он подал мне левую руку, так как правый он поддерживал портрет своего усатого папаши. Красная комната опустела. Туда вскоре въехал Мишенька. А я вернулся к своим играм и занятиям. С облегченным сердцем. Это происходило в конце января или в начале февраля 1879 года. Совершенно случайно встретился я с Андре через 20 лет на даче в Финляндии. Несмотря на побои и мучительства, из него вышел совершенно нормальный, очень почтительный к памяти матери, «Типично французский господин, рядовой француз. Он обрадовался нашей встрече и заговорил о возобновлении нашей дружбы. Однако же первый, проведенный с ним вечер, заставил меня принять меры, чтобы таковые не повторялись. Добродушный, веселый и любезный, он все же показался мне каким-то олицетворением вульгарности и пошлости. При этом окончательно обнаружилось, несмотря на то, что теперь Андре говорил по-русски не хуже меня, его типично французское нутро, его склонность к болтливости, к очень дешевому остроумию, к каламбурам, к безвкусному балагурству. В те два часа, что длился его визит, он совершенно затормошил меня и шуточками, и все той же прежней своей подвижностью, поминутным вскакиванием с места и бесцеремонным разгуливанием по комнате. Но особенно меня оттолкнули его рассказы про какие-то удачные аферы, его хвастания хитроумными финансовыми комбинациями, его склонность к сутяжничеству. И тогда я сказал моему адвокату. Он понял, с кем имел дело. Эти и подобные фразы так и сыпались, а мне становилось все скучнее и скучнее. На этом наше знакомство и прекратилось. Глава восьмая Выставка Александра Первого Цареубийство Первого Марта Большое удовольствие зрелищного порядка я получил среди зимы 1877-1878 года на выставке, посвященной царствованию Александра Первого. Выставка была устроена городской думой во знаменовании столетия со дня рождения благословенного. Под наблюдением моего отца в манеже конногвардейского полка и представляла собой два ряда специально для данного случая написанных картин очень большого формата, поставленных лицом к окнам. Ввиду того, что темнота в эту пору года наступает чуть ли не в два часа, то над каждой картиной было приложено освещение газовыми рожками, спрятанными за черные щиты. Общее впечатление от этих ярко освещенных, пестро расцвеченных картин и от масс, обрамлявшей декоративной зелени, получалось праздничное и в то же время чуть похоронное. Что же касается самих картин, если я не ошибаюсь, тут были работы Шарлеманя, Горавского и Верещагина, то они оставляли желать многого. Папа не скрывал своего огорчения от неудовлетворительности работ тех художников, которым он особенно благоволил. Я же не был столь требователен, и вся эта иллюминация, все эти персонажи, написанные в натуральную величину и одетые в костюмы времени, до того мне нравились, что я не желал портить себе удовольствие замечаниями о дефектах, которые, однако, даже мне бросались в глаза. Картины были написаны наспех клеевыми красками, людьми никогда до того к такому формату не обращавшимися, и этим главным образом объясняется помянутая неудача. Особенно меня подкупало, что всюду на этих картинах фигурировал знакомый мне не менее, нежели образ Петра Петра Первого образ того, кого я хорошо изучил по разным портретам в папином собрании. А в том, что он прозвища благословенного заслужил, я нисколько тогда не сомневался. Ведь это он с Божьей помощью прогнал французов. Ведь это он прославился своим благочестием. Ведь это он погладил по голове папу, когда тот, будучи совсем малышом, встретился как-то с ним в саду Павловского дворца. И ведь это он был изображен в виде древнего витязя на медных медалях графа Толстого, разглядывание которых доставляло мне огромное наслаждение. В честь него же поставлена колоссальная Александровская колонна, увенчанная ангелом, держащим крест. И, наконец, он был сыном как-то особенно меня пленившего Павла и его жены, которая была восприемницей от купели моего отца. Да и самая наружность Александра Павловича, его круглое лицо с небольшим носиком, с еле заметными белокурыми баками на щеках с ясными глазами и ласковой улыбкой на устах, вся его чуть склоненная фигура, наконец, тот костюм, в котором его представляли, с громадной треуголкой и в высоких блистательных ботфортах, казались мне да нельзя близкими и милыми, почти что родными. Такого государя я бы не боялся. И вот на каждой из этих картин юбилейной выставки был изображен то какой-либо героический, то какой-либо благородный его поступок. Среди последних особенное впечатление произвела на меня сцена, на которой государь, сошедший с коляски, устремляется к лежащему на земле совершенно нагому мужику с намерением его поднять и оказать ему помощь. Глубоко тронула меня и та картина, на которой была изображена смерть благословенного. Простую его кровать в самой простой, вовсе не дворцовой комнате обступают несколько предающихся горе военных и штатских и среди них выделяется фигура милой Елизаветы Алексеевны, представлявшейся мне просто каким-то ангелом. Но я потому еще так запомнил эту выставку, что в дни, пока она устраивалась, я несколько раз бывал на ней, все благодаря баловству моего отца. Я видел, как выставка зреет, как устанавливаются деревянные устои и самые щиты с картинами, интересно было видеть, как некоторые художники еще что-то на месте добавляли, подмазывали и исправляли. Не обошлось тут и без ублажения моего тщеславия. Три раза выдалось мне счастье проехаться по выставке в высоком придворном шарабане, запряженном цугом в четыре лошади с жакеями на них. Правда, шарабан не был парадный и такой нарядный, как тот, в котором сидели члены царской семьи или сам государь в Петергофе. Это был служебный шарабан, специально служивший для таких репетиций. Да и жакеи не были в парадной форме, а одеты были в дежурные темные сюртуки. Однако не всякому простому смертному может выдаться случай прокатиться на царский манер а-ля дамон, да еще в закрытом помещении, в колоссальной зале манежа, пол которого усыпан песком. Не мудрено, что, посаженный отцом в экипаж, я как-то весь взбух от чванства и уже окончательно на несколько минут поверил, что я высокопоставленное лицо, когда некоторые рабочие и какие-то господа, проникшие в помещение выставки, да и ее открытие, столбенея при виде этого экипажа с мальчиком в нем вытягивались в струнку и снимали шапки. Произошла эта странная церемония ввиду того, что на следующий день должно было состояться открытие выставки и на нее ожидали царей. Вот для этого, чтобы приучить лошадей к необычайной обстановке и к эволюциям в закрытом и затемненном помещении и была устроена эта пробная прогулка. Вообще, семья наша отличалась совершенной лояльностью. Правда, папа несколько критически относился как раз к царствующему государю. Он чувствовал себя обиженным, ибо именно со вступлением на престол Александра Второго кончилась блестящая эра его художественного творчества. Правда, друг нашего дома, писатель Дмитрий Васильевич Григорович прямо глумился над государем, называл его бодрилой и уморительно имитировал его басок и картавость. Правда, и среди нашей молодежи стали появляться люди, не питавшие благоговейного отношения к самому принципу монархии. Но и такие проявления фрондирования были у нас весьма благодушного характера и не носили в себя оттенка действительного возмущения. Не мудрено поэтому, что к тому рокоту революции, который все громче и настойчивее стал доноситься до нашего патриархального дома, отношение было отрицательное. Что же касается в частности мамочки, то она была глубоко этим встревожена и месяцами не выходила из какого-то состояния перепуга. то и дело замечала она на улицах каких-то подозрительных личностей, а таковых в те времена и впрямь встречалось немало. Особенно пугали ее студенты, не носившие больше форменной одежды и любившие во всей своей наружности выражать независимость, а то и близость к народу. Многие и действительно происходили из низов, из среды, только тогда начинавшей стремиться к просвещению. Типичными чертами такого студенческого образа была широкополая мятая шляпа, длинные неопрятные волосы, всклокоченная нечесанная борода, иногда красная рубаха под сюртуком и непременно плед, положенный поверх изношенного пальто, а то и прямо на сюртук. Нередко лицо студента было украшено очками, и часто эти очки были темными. Именно такие фигуры с темными очками казались мамочке особенно жуткими. Она в них видела несомненных крамольников и была уверена, что по карманам у них разложены бомбы. Под пару студентам были курсистки, явление для того времени новое и носившее довольно вызывающий характер. Для типичной курсистки полагалась маленькая шапочка, кое-как напяленная, неряшливо под нее запрятанные непременно остриженные волосы, папироска во рту, иногда тоже плед, сравнительно короткая юбка, а главное специфический вызывающий вид, который должен был выражать торжество принципа женской эмансипации. В нашем семейном быту не было ни таких студентов, ни типичных курсисток, но мы их видали на улице в большом количестве. К тому же под студентов и курсисток гримировалась и вообще вся передовая молодежь, а быть непередовым считалось позорным. Это была мода дня. Можно себе вообразить, какой ужас обуял наш лояльный дом, когда началась та серия террористических актов, которыми омрачился конец царствования царя-освободителя. Положим, уже были случаи покушения на русского государя и раньше, но все же с парижского покушения в 1867 году прошло много лет, и воспоминание о нем успело как-то сгладиться. Первое покушение на Александра II было совершено 4 апреля 1866 года в Петербурге Каракозовом 1840-1866 членом Московского народнического кружка ишутинцев. 2-е 6 июня 1867 года в Париже Березовским 1848-1907 польским революционером участником польского восстания 1863 года. Нигилисты теперь больше стреляли в разных градоначальников, министров, губернаторов, а не в священную особу самого государя. Александр II продолжал совершать свою ежедневную прогулку пешком по Дворцовой площади и по набережной до Летнего сада без всякой видимой охраны. И лишь на очень большом расстоянии от него шли агенты тайной полиции. И вот как раз в одну из таких прогулок царь чуть было не стал жертвой покушения террориста. Соловьев 1846 1879 революционер народник примыкавший к обществу земля и воля стрелял в царя 2 апреля 1879 года на Дворцовой площади. Год назад Вера Засулич стреляла в Трепова. И этот факт крепко засел мне в память потому что Трепова я знал. Он приезжал однажды по какому-то делу к папе и его я часто видел мчавшимся на дрожках с пристяжной причем сам градоначальник стоял в экипаже придерживаясь заседения кучера и бросая во все стороны грозные взгляды. Последний раз я встретил страшного генерала на соседнем мосту через Крюков канал и это произошло вероятно не более как за неделю до того что он был ранен и чуть не погиб. Тем не менее большого впечатления это покушение на меня не произвело. А что большие о нем и в особенности позже во время суда над верой засулич много и страстно говорили то это было именно делом больших и меня оно не касалось. иное дело покушение на царя что этот человек стоявший выше всех на свете вынужден был удирать как перепелка как заяц от выстрелов какого-то студентишки представлялось мне беспредельно чудовищным. Картина убегающего большими зигзагами императора преследовала меня. Я даже нечто подобное увидал два раза в кошмаре. помню еще более обострившийся азарт споров за семейными обедами. Помню как консерватор и дипломат дядя Костя требовал беспощадной расправы а дядя Миша уже скомпрометировавший себя в глазах папы тем что он стоял за веру засулич пробовал объяснить поступки нигилистов. Помню совершенно выкатившиеся во время спора глаза Зозора Соловского который и тут нашел случай во всем обвинить Бисмарка и англичан. Особенно же меня удивили намеки тети Лизы Раевской на какую-то божью кару перешедшие год спустя когда государь женился на княгине Юрьевской в определенное пророчество что ему не миновать наказание. Но не эти споры и суждения производили во мне какую-то пертурбацию и даже не самый факт что бедного царя хотели убить а вот что помазанник Божий при всех среди бела дня у самого своего дворца с охотничьей хитростью улепетывает от какого-то мальчишки вот это казалось мне верхом безобразия. покушение покушение соловьева 14 апреля 1879 года открывает в моем детстве целый период завершившийся только года три-четыре спустя. Все эти годы представляются мне подернутыми каким-то сумраком. Немало всяких радостей и увеселений досталось мне и за этот период, да и лично я вовсе не стал из-за этого менее жизнерадостным, веселым и непосредственным. Политические события отнюдь не затрагивали моего благополучия и благополучия всего нашего дома. И все же все как-то потускнело и омрачилось. Этому омрачению способствовало и то, что с этого времени государь Александр Второй стал появляться на улицах Петербурга не иначе как мчась вовсю прыть в закрытой блиндированной как говорили карете окруженной эскортом казаков. Рассказов об этой проносящейся карьером карете было очень много да и мне самому случалось ее видеть не раз. Однако я и боялся этих встреч. А вдруг тут-то и бросят бомбу а осколок попадет в меня. Одна из этих встреч произошла у самого памятника Николаю Первому у Синего моста. Карета, окруженная казаками, пересекала площадь с Вознесенской на морскую. И, может быть, потому именно картина эта запечатлелась с такой отчетливостью в моей памяти, что я, не вполне отдавая себе отчет, все же как-то особенно ощутил контраст между гордой осанкой Николая Павловича, невозмутимо сидящего на своем вздымающемся коне, и видом его сына, уподобившегося преступнику, которого как бы влекут куда-то под охраной. Вслед за покушением Соловьева произошло еще несколько террористических актов, среди коих особенно грозное впечатление произвел взрыв в Зимнем Дворце, погубивший почти всех солдат, находившихся в это время в помещении гауптвахты под той временной столовой, в которой должен был состояться обед в честь ожидавшегося из-за границы принца Баттенбергского. Покушения готовились по решению Исполнительного Комитета Партии Народная Воля. Ряд неудавшихся покушений завершился событиями 1 марта 1881 года, когда на набережной Екатерининского канала первой бомбой, брошенной Рысаковым, была разбита карета царя, а второй, брошенной Гриневицким, были смертельно ранены и царь, и метальщик. 3 апреля 1881 года в Петербурге были повешены причастные к делу первомартовцы Желябов, Кибальчич, Михайлов, Перовская, Рысаков. На сей раз царь и прочие члены царской фамилии избегли гибели только вследствие случайного запоздания поезда, на котором прибыл принц. Но то, что при этом стало известно о порядках, точнее, о беспорядках в самой резиденции государя в Зимнем дворце, превосходило все, что можно было себе вообразить. По городу ходила масса слухов, и два из них особенно поразили мое детское воображение. Рассказывали, что чья-то невидимая рука клала ежедневно на стол государя письмо с угрозой близкой казни. Очевидно, в Зимнем дворце было столько переходов, коридоров, тайников, что уследить за всем тем, что происходило в этом колоссальном лабиринте, не было никакой возможности. И вот, хоть и буфонным, но все же угрожающим доказательством этого чудовищного беспорядка послужило то, что при ревизии дворца после взрыва где-то на чердаке была обнаружена корова, приведенная туда каким-то служащим, нуждавшимся в свежем молоке для своего ребенка. В атмосфере нараставшего ужаса и какой-то непонятной беспомощности всего гигантского охранного аппарата подошел день чествования двадцатипятилетия царствования Александра Второго. Всеми как-то чувствовалось, что царю сейчас не до того. Большие толки возбуждал и ставший известным всему русскому обществу роман царя с княжной долгорукой. И тем не менее приготовления к чествованию шли. И мне как раз этот период с особенной ясностью запомнился потому, что у нас в квартире готовился под ближайшим наблюдением папы тот роскошный подарок, который городская дума собиралась поднести государю. Подарок этот состоял из большого ящика драгоценного дерева, украшенного серебряными орнаментами и цветной эмалью. Ящик этот покоился на особом, превосходно резанном подстолье, как ящик, так и стол были исполнены по рисункам моего брата Леонтия. В ящике же покоилось 25 больших листов, на которых акварелью были изображены как наиболее значительные события, происшедшие в Петербурге за время царствования Александра Второго, так и наиболее значительные здания в нем за этот период сооруженные. В течение нескольких недель у нас только и было разговоров об этом подарке. У папы в кабинете собиралась особая комиссия. К папе за советами являлись один за другим художники, получившие заказы. Совершенно естественно, что несколько сюжетов были поручены двум сыновьям папы, уже успевшим к тому времени приобрести известность в качестве превосходных мастеров акварели. Каждый из них исправился с порученной ему задачей наилучшим образом. Кроме того, Леонтию была поручена и орнаментальная обработка всех листов. В изготовлении картин принимал участие и целый ряд других мастеров акварельной живописи. Сам Луидже Прематци, фигурист Адольф Шарлемань, пейзажист Вилье Далиллядан, архитекторы Китнер, Шрётер, Лыткин и другие. Можно себе вообразить то возбуждение, то любопытство, те радости, которые меня охватывали, когда постепенное созревание этого монументального подарка стало происходить на моих глазах. Одна за другой акварели появлялись у нас, обсуждались во всех подробностях и присовокуплялись к предыдущим. Кое-какие замеченные неточности в подробностях приходилось исправлять, и наименее значительные производились тут же в папиной чертёжной при мне. Я мог любоваться, с каким уверенным мастерством это производилось, как смывался целый дом или роща деревьев, и как на месте получившегося грязноватого пятна уже через четверть часа вырастал новый дом или открытое место вместо сада. Некоторые картины вызывали общий восторг, и наибольший успех заслужила картина во весь лист, на которой Вилье де Лиль-Адан в сотрудничестве с Шарлеманем изобразил площадь Зимнего дворца в день объявления манифеста об освобождении крестьян. В первый раз я тогда увидал как бы воплощенном самый дух Петербурга. Но и в другом смысле я испытал при виде этой акварели своего рода откровения. Все другие работы, за исключением только еще акварелей Альбера, казались робкими, чуть любительскими или по-архитектурному засушенными. С этого момента я ощутил почти что понял и разницу между манерой архитектурной и живописной. Восхищен я был и самим роскошным ящиком и столом. Оба предмета, составлявшие одно целое, были сначала доставлены к нам, и я мог их трогать, любоваться вблизи тонкостью, чеканки, богатством эмали. Приятно было и гладить идеально резанное и отполированное дерево. Самое торжество двадцати пятилетия прошло без особой помпы. Горела обязательная иллюминация по улицам столицы, по краям тротуаров, распространяя чад, пылали плошки, домовладельцы обязаны были вывинчивать обыкновенные фонари и вставлять вместо них фигурные рожки в виде звезд, которые и были вечером зажжены. А на казенных и городских зданиях были устроены более сложные светящиеся украшения в виде императорских вензелей под короной и тому подобное. Но все это было слишком известно и повторялось по всякому поводу. Свою долю печали сообщала лояльной части населения тяжелая, не подававшая надежды на выздоровление, состояние здоровья императрицы Марии Александровны. Рассказывали, что специально для нее в зимнем дворце устроена особенная герметически закрывавшаяся камера для ингаляции. И мне это представлялось ужасно жутким, что супруга самодержца должна часами сидеть в своего рода темнице и дышать особенным для нее специально приготовленным воздухом. бедная царица. Она не была популярна. Но теперь нечто вроде популярности ее окружило, благодаря тому, что измена ее державного супруга стала известна уже во всех слоях общества. О ней говорили всюду, и во дворцах, и в буржуазных домах, и в людских, и в трактирах. Тут-то тетя Лиза и перешла с критического тона на угрожающий и пророческий. Только бы старик не вздумал жениться. Обсуждался и вопрос о том, какова эта княжна долгорукая. Действительно ли она такая красавица? Действительно ли она совсем забрала государя? В художественных магазинах можно было теперь купить ее фотографии, и одну такую приобрела мама. И вот царица умирает 10 мая. Погребение происходит согласно распринятому церемониалу, но без какой-либо особой торжественности, в которой выразилось бы горе овдовевшего супруга. А уже через месяц по городу начинает ползти слух, что княжне дарован титул княгиней Юрьевской, что государь собирается узаконить детей от нее рожденных, и, наконец, что он уже с ней и обвенчался. Казалось совершенно невозможным, чтобы наш добрый и сердечный государь мог совершить такой поступок, чтобы хотя бы из простого приличия он, не дождавшись положенного конца годичного траура, назвал кого-либо своей супругой. Бог знает, что это готовило в будущем. Уж не собирается ли он короновать эту княжну долгорукую, свою любовницу? Негодование тети Лизы приняло патетический характер. В это лето мы не переехали на дачу, и тетя Лиза не прерывала своих еженедельных посещений, оттого мне особенно и запомнился этот ее гнев, сопровождавшийся совершенно убежденными пророчествами. Бог где непременно накажет его за такое попрание божеских и людских законов. И, увы, пророчества эти сбылись всего через несколько месяцев. Самая катастрофа первого по новому стилю 13 марта 1881 связана у меня опять-таки с домашним воспоминанием. У папы в это время было рожистое воспаление ноги, и мой кузен, бывший на 40 лет старше меня, доктор Леонтий Бенуа, а по-домашнему просто люля-доктор, был как раз занят бинтованием больного места, когда раздался звонок на парадной, и, опережая Степаниду, бежавшую по длинному коридору, я, находясь в соседней зале, открыл входную дверь. Передо мной стоял полицейский, сразу поразивший меня своим перепуганным видом. Быстро комкая слова, он отрывистыми фразами произнес следующее. У вас, доктор Бенуа, его вызывают в часть, царя только что убили, ранен оберполицмейстер, у него 34 раны, бомба оторвала ноги государю. Какой это был ужас! Со мной чуть не сделалось дурно, но в то же время обуяло странное подобие восторга, которые люди, и особенно дети, испытывают, когда они узнают нечто чудовищное, и особенно когда им надлежит передать это другим. Уже в спальню папы я вошел с настроением вестника смерти, и к доктору я обратился с чем-то вроде приказа «Надо тебе сейчас ехать в часть, государя убили, у полицмейстера 34 раны». Никто не хотел верить. Столько уже раз Бог спасал государя, наверное, и на сей раз обойдется. Правда, в казанскую часть прибыла, по словам того же полицейского, карета государя в совершенно разбитом виде, но из этого еще не следовало, что государь убит или тяжело ранен. Постепенно, однако, стали пребывать вести из других источников. Ужасное известие подтверждалось. Государю действительно почти оторвало обе ноги, но его все еще живым довезли до дворца, довезли в открытых санях, так как полуразрушенной каретой, из которой он вышел после первой бомбы, нельзя было пользоваться. Дважды врачи пробовали вернуть кровообращение, и царь еще успел что-то вымолвить. При чьей-то помощи он даже смог осенить себя крестным знамением, и после этого он впал в беспамятство, а через несколько минут его не стало. известно еще было, что на площади Зимнего дворца со всего города стекается народ, и что когда императорский штандарт над главными воротами спустился, то все бросились на колени, и площадь огласилась рыданиями. На месте преступления я побывал с мамой дня через два. Однако к самому месту, то есть к перилам набережной Екатерининского канала нельзя было подойти из-за толпы. Издали было видно, что на том месте, где взорвалась вторая убившая государя бомба, выросла целая гора венков и цветов, а вокруг этой горы стояли часовые и никого не пропускали. Запомнилось, как брат Леонтий приехал с эскизом временной деревянной часовни на месте покушения, и как папа делал свои замечания насчет этого рисунка, а брат наносил тут же поправки. Еще через день окончательный проект был готов, а дни через десять выросла на месте покушения и сама часовня, скромная, но изящная, построенная из непокрашенного дерева и увенчанная золоченой луковицей. Внутри часовни перила набережной, панель тротуара и мостовая, обогренные кровью государя, оставались нетронутыми, и их можно было видеть, подойдя к двери. Все нараставшая гора цветов теперь была расположена вокруг часовни, и тут и тут стоял стол для пожертвований на постройку храма на месте убиения царя-мученика, иначе убитого государя не называли. Рассказывали, что уже собраны баснословные суммы. Все рассказы носили тогда одинаковый характер, ужас перед совершившимся и абсолютное осуждение преступников-террористов, тогда как до того нигилисты были почти в моде. Наступил период усиленных арестов, доносов, слежек, обысков. Мне лично делалось невыносимо больно, когда я себе представлял, какие муки должен был испытать государь, пока он не впал в беспамятство. И как-то особенно кошмарным представлялось то, что врачи насильно пытались ему вернуть кровообращение. Ужасно было жаль и кучера, и казаков, которые были убиты взрывом, и особенно того мальчика-разносчика, который случайно тут же проходил со своей корзиной и также был убит. О самом же происшествии ходило несколько версий, но все сходились на том, что государь мог еще спастись, если бы после первого взрыва он, выйдя нетронутым из разрушенной кареты, не оставался бы на месте взрыва и не пожелал сам удостовериться, не пострадал ли кто из сопровождающих. Позже Григорович рассказал еще одну подробность о последнем моменте катастрофы. Государь, выйдя из кареты, встал у перил набережной и прислонился к ним. В это время двое полицейских схватили человека, которого они считали забросившего бомбу. Александр Второй окликнул их и приказал подвести человека к себе. «Оставьте его», обратился он к полицейским. «Это ты бросил бомбу?» спросил он и укоризненно прибавил сильно картавя. «Хагош! Хагош!» В эту секунду подведенный выхватил из-за пазухи снаряд и бросил его под самые ноги царя. Произошел взрыв. Убивший бросившего снаряд террориста наповал, государю же оторвало обе ноги, изранив все тело. Несколько осколков попало ему и в лицо. Следы этих ран были заметны тогда, когда положенные в гроб останки были выставлены народу. Сотни тысяч прошли в немом ужасе, преклоняя колено перед обставленным свечами гробом и прикладываясь к броску, который был положен в сложенные руки покойного. В бозе почивший. Поминали теперь официальные реляции того, в честь которого только что пели гимн Божий царя храни сильный державный царствую на страх врагам. Фотографии слежавшего в гробу одетого в форму государя до пояса закрытого покровом жутко было подумать, что там, где должны быть ноги, были лишь какие-то клочки, висели затем годами в папином кабинете и у Ольги Ивановны в ее коморке. Подобные фотографии были распространены тогда не только в том относительно высокопоставленном общественном слое, который описывает Александр Николаевич Бенуа, но и в более широких демократических кругах. Например, одну из таких фотографий можно было видеть на стене комнаты вернувшегося ссыльного в картине Репина «Не ждали». 1884 год Государственная Третьяковская галерея. Позднее при переработке холста в 1885 году художник сделал изображение менее узнаваемым. Ольга Ивановна, Степанида и прочие наши домочадцы ходили в Зимний дворец прощаться с государем. И на это у них ушла целая ночь. Погребение состоялось ровно через неделю после убийства. В воскресенье восьмого двадцатого марта. Удивительно, как в такой короткий срок церемониальная часть, застигнутая врасплох, совсем справилась. Похороны должны были быть обставлены со всей торжественностью, подобающей при предании земле первого лица огромного государства российского. А тут еще этот трагический конец и всенародная печаль. Папа получил приглашение на несколько мест в Академию художеств. Из ее окон открывается вид на Николаевский мост, через который должны были вести кружным путем убитого государя в Петропавловский собор. Шествие должно было затем следовать по первой линии через стучков мост биржевого моста тогда еще не существовало, а другие мосты были разведены. Правда, окна в канцелярии Академии из-за холода оставались закрытыми, но через большие и хорошо по этому случаю вымытые стекла все было видно отчетливо, как на ладони. День выдался пасмурный, но сравнительно мягкий, с наклонностью к оттепеле, так что лед на Неве получил тот серый оттенок, который предвещал его скорое вскрытие. За невозможностью перебраться на Васильевский остров по Николаевскому мосту, занятому шпалерами войск, нам пришлось пересекать реку по льду по тому санному пути, который шел от Английской набережной наискось к Николаевской набережной. Эта дорога за последние дни очень изъезженная, представляла непрерывную цепь ухабов, и четырехместные сани до того швыряло по ним вверх и вниз, что меня даже затошнило. Приехали мы задолго до начала церемонии, и целых два часа пришлось томиться, сидя на одном месте в тесноте среди незнакомых или малознакомых людей, причем меня стал томить и голод, едва утоленный откуда-то появившимися бутербродами. Наконец раздались далекие глухие выстрелы пушек, послышался погребальный гул колоколов, вторые зимние рамы окон были вынуты, и некоторые звуки с улицы доходили до нас довольно явственно. Появились и первые эшелоны процессии, поскакали на конях в разные стороны церемонимейстеры и ординарцы. Увы, тут-то после столь долгого ожидания сразу началось мое разочарование. Многие из составных частей были каждые в своем роде интересны, но вместо того, чтобы им непрерывно следовать одна за другой в стройном порядке, как это я видел изображенном в иллюстрасьон или в иллюстрейтед лондон ньюс, они путались, наталкивались одна на другую и отходили в замешательстве в сторону. Некоторые группы надолго застревали перед нами. Особенно надоела группа цеховых корпораций со своими знаменами, носившими каждое какое-либо символическое изображение. Сапог для сапожников, ножницы для портных и тому подобное. При своем появлении эта курьезная компания меня забавила, но когда эти знамена целую четверть часа, если не более стали мозорить глаза, закрывая то, что творилось за ними, то я чуть было не стал плакать от досады. Разочаровался я и в том, что ожидал с наибольшим трепетом, а именно в рыцарях. По церемониалу, установленному еще Петром Первым, погребальное шествие высокопоставленных лиц, а тем паче государя, должно было на манер того, что происходило в других европейских государствах, включать в себя и геральдическое олицетворение жизни и смерти. Жизнь была представлена закованным в золотую броню рыцарем, верхом на покрытом золотой парчой коне. Смерть же олицетворял рыцарь в черных доспехах, следовавший пешком. Эти рыцари наконец-то появились, но золотого как-то оттиснули другие группы, так что я его заметил только тогда, когда он уже готов был исчезнуть из моего поля зрения, а черный рыцарь с опущенным забралом шел такой ковыляющей походкой, его так качало во все стороны, он так волочил ноги, что можно было заподозрить его в крайней степени нетрезвости. Потом рассказывали, что, дойдя до крепости, этот несчастный пеший рыцарь смерти свалился в беспамятстве, а по другим сведениям он даже тут же умер, несмотря на то, что для этой роли нашелся какой-то доброволец, мясник, сенной, знаменитый своей атлетической силой. Видимо, и сам Геркулес не смог бы одолеть весь этот бесконечный путь в пять по крайней мере верст пешком, местами по скользкому снегу, коченее от холода, неся на своем теле пуда-два железа и стали. Ведь его доспехи не были бутафорскими, а то были подлинные исторические латы XVI века, выданные на этот случай из императорского царскосельского арсенала. Наконец-то после многосотенной толпы духовенства в черных ризах появилась и печальная колесница с гробом. В этой части процессии все отличалось примерным порядком и торжественностью. Цугом запряженных лошадей в четыре или шесть пар в траурных попонах вели под усцы конюхи в своих эффектных мрачных ливреях. Тут же шли еще более эффектные в своих касках со спадающим черным плюмажем скороходы. Четыре края высокого балдахина были уставлены рядами рыцарских шлемов с колыхающимися перьями. Шнуры держали важнейшие облаченные в золотом шитые мундиры сановники. Гроб покрытый золотой парчой стоял на высоком помосте. Непосредственно за колесницей шествовали на конях ли, пешком ли я странное дело не запомнил вместе с новым государем великие князья а также иностранные короли герцоги прибывшие отдать последний долг усопшему. Это было особенно внушительно. Но Александр Третий поразил меня своей тучностью, которую только подчеркивала форма прусского образца сказкой на голове. Взрослые зрители подле меня обменивались своими впечатлениями. Они отметили утомленный вид нового государя. Эта усталость, эта понурость были вполне понятными после всего того, что им было пережито и что его еще ожидало. Шествие замыкалось траурными каретами, в которых сидели дамы, с новой нашей царицей во главе. Длинный ряд этих карет все еще тянулся под окнами академии, когда меня потащили домой. По дороге к выходу и пока меня закутывали в зале академического совета, я, именно тогда и, несмотря на усталость, был поражен чудесными портретами, сплошной массой, покрывавшими обширную комнату. В первый раз я оценил портретную живопись как таковую и без того родственного чувства, с которым я оценивал наши домашние портреты. Тут были сгруппированы портреты Левицкого, Щукина, Боровиковского, Яковлева, Кипренского, Бриллова и других больших мастеров русской школы. И еще с трагической кончиной моего первого императора. У меня связано воспоминание о бесчисленных и утомительных панихидах в гимназической церкви. Но это имело и свою хорошую сторону, так как панихиды освобождали учеников от уроков на весь остаток дня. Неизменно директор после окончания панихида говорил, все могут идти по домам. А это ли не было радостью? Своего рода маленькие каникулы. Глава девятая. Домашнее воспитание. В предыдущей главе я упоминал, что в 1881 году я уже учился в гимназии. Действительно, меня в такое казенное учебное заведение определили осенью 1880 года. однако прежде чем продолжать в хронологическом порядке, нужно рассказать про то, что происходило со мной в 1879 и в начале 1880 года. В киндергартене тете Жени я оставался два с половиной года и за это время научился многому существенному читать и писать по-русски и по-немецки, а также первым правилам арифметики. Там же я познакомился с главнейшими эпизодами священной истории. Я охотно пробыл бы еще один год, полагавшийся для лучшего усвоения пройденного в этом заведении, о котором у меня сохранились лучшие воспоминания, но наш детский сад вздумал переменить место жительства и переехал в очень далекий квартал. Поэтому родители решили, что я его покину и что дальнейшее совершенствование в науках будет на первых порах происходить домашним способом, а там наступит и пора поступления в казенную гимназию. Папа готов был сделать это не откладывая, но мама считала, что рано. Она знала, как трудно далась гимназия моим старшим братьям и как им был противен самый гимназический быт. Мое домашнее обучение было налажено следующим образом. Уроки французского и английского языков происходили у нас на дому. Уроки же русского, немецкого, а также арифметики и географии, сообща с моими сверстниками и друзьями, маленькими брюнами, у них. Это было удобно уже потому, что брюны жили на нашей же Никольской улице в громадном доме барона Фитингофа у Поцелуева моста. Соединенными усилиями наших двух мамаш был выработан план и приглашены учительницы. Как звали учительницу русского и арифметики, я забыл. Учительницей же немецкого была Фрейлейн Зубург. Моей первой учительницей английского языка была мадмазель Будаго. И, наконец, французский язык преподавала мне все та же мадмазель Леклерк, которую я знал чуть ли не с колыбели. Что я не запомнил имени первой из упомянутых особ, можно, скорее всего, объяснить тем, что и оба Брюна, и я возненавидели эту довольно миловидную блондинку. Она сразу оказалась не обладающей даром подойти к нашей душе. Она раздражала нас своими ироническими словечками и замечаниями. Все это мы окрестили тогда словом пошлость, и с этого самого времени понятие о пошлости, осуждение ее и омерзение к ней стали нам всем чем-то весьма привычным. Мы даже упражнялись в том, что делили всевозможные явления, предметы, факты, знакомых людей, рассказы, слышанные или читанные на пошлые и непошлые, причем все характерно русское, мы без малейшего поощрения со стороны взрослых почему-то были склонны относить к разряду пошлости. Я затрудняюсь указать, откуда вообще взялось это слово у нас и как оно могло так пропитать наши детские умы, но самый факт его появления именно в эти годы, когда мне и старшему из Брюнов было всего около 10 лет, остается фактом. Возникновение же такого в сущности необычайного, и изощренного понятия в столь ранние годы может служить доказательством какой-то его прирожденности, инстинктивности. Но да не подумают при этом, что все наши оценки отличались проницательностью и справедливостью, что наш этот вкус всегда был безупречен. Мы были еще совершенные мальчишки, во многом просто нелепые, подверженные всяким случайностям и капризом. Совершенным контрастом русской учительницы была Фрейляйн Зубург. Девица она была очень некрасивая и, как нам казалось, пожилая, хотя ей едва ли было много за 30 лет. Она была высокого роста, держалась прямо, и осанка у нее была гордая. С первого взгляда она производила впечатление неприступности. Но тем приятнее оказывалась ее настоящая сущность. Фрейляйн Зубург была сама доброта и уютность, а величественность ее была напускная, прикрывавшая, вероятно, природную застенчивость. Ее юмор, она любила шутить, был нам по вкусу. Пошлости мы в ней не усматривали, а потому и уроки ее мы любили и относились к ним, если не с похвальным усердием, то все же без того внутреннего сопротивления, с которым мы относились к ее русской коллеге. Благодаря Фрейлейн Зубург немецкий язык, на котором я уже свободно изъяснялся, стал теперь моим любимым. Я писал на нем свободно и правильно, и, что особенно удивительно, более каллиграфически, нежели на других языках, включая суда и родной русский. Что же касается до моей первой англичанки Будаго, то должен сознаться, она была одной из моих жертв. Выше я уже упоминал про то сложное чувство, смешанное из жалости и постоянного раздражения, которое во мне возбуждал мой безногий учитель музыки Мазуркевич. Подобное чувство я испытывал и в отношении мадемуазель Будаго, очень еще молодой девушки с довольно миловидным, кругловатым, типично армянским лицом. Больше всего меня раздражало в ней абсолютное отсутствие юмора. Она была печальна до глубины своего существа, и, несомненно, что она имела веские причины быть таковой. Была она дочерью когда-то богатых, но разорившихся родителей, а теперь ей пришлось бороться с нуждой. Она должна была уроками кормить не только себя, но и других членов семьи, в том числе своего совершенно расслабленного брата Николая. Но мало ли я знал людей и нуждающихся, и страдающих, однако сохранявших бодрость духа и даже какую-то жизнерадостность. У бедной же мадемуазель Будаго ее унылость была как будто чем-то прирожденным или даже расовым, ведь обладал же аналогичной чертой и один из самых моих близких друзей князь Аргутинский. Эту свою органическую печаль он выражал уже тогда, когда еще не ведал тех грустных испытаний, которые ему впоследствии доставила эмигрантская существования. Мне теперь трудно во всех подробностях вспомнить, каким именно образом я мучил бедную Будаго. Но что я ее мучил, это я запомнил вместе с теми угрызениями совести, которые тогда же испытывал. мучил. Несколько раз она даже отказывалась от уроков и только убеждения мамы заставляли ее продолжать их. Мучил я ее, впрочем, без злого умысла, а просто потому, что ненавидел эти уроки и мне было убийственно на них скучно. По неволе вместо того, чтобы относиться внимательно к тому, что толковала учительница или к тому, что стояло в книжке, я заинтересовывался всякой всячиной никакого отношения к делу не имеющей. Я вскакивал и подбегал к окну или тащил из шкафа свои любимые книжки и показывал в них понравившиеся мне или смешившие меня картинки, рассчитывая развеселить моего унылого профессора. Или же я принимался тут же рядом на бумаге что-либо рисовать, а то и вырезывать. Особенно же раздражала мудмазель будагу то, что я поминутно всматривался в выпуклые голубоватые стекла очков, прикрывавшие ее воспаленные глаза. Это у меня сделалось чем-то вроде тика. Чем больше она сердилась на меня за это всматривание, тем сильнее становилось искушение еще и еще заглянуть в них, и, несомненно, это каждый раз вызывало в ней болезненное раздражение. Наша обоюдная пытка продолжалась сезона два 1879-80-1880-81-й, но затем бедную будагу сменила мисс Эванс, и вот эта милая старушка, являя полный контраст с моей первой неанглийской англичанкой, пришлась мне по вкусу. Жизнь не баловала и мисс Эванс. В Россию она попала случайно, лет сорок до того, потерпев кораблекрушение где-то у берегов Дании и лишившись тогда всего своего имущества, как это произошло, я теперь не совсем помню, но рассказ об этой катастрофе был одним из ее любимых номеров. Через Данию попала она в Германию, оттуда в Россию, и с тех пор она жила, зарабатывая свой хлеб уроками. О том же, чтобы найти себе мужа и семейное счастье, бедняжке нечего было и думать. Мисс Эванс была исключительно уродлива, и по отзыву лиц, знавших ее раньше, выглядела она так и в годы сравнительно еще молодые. Теперь же ей было больше семидесяти. Ростом мисс Эванс была крошечная, совершенно сгорбленная, тощая, притощая, с каким-то смешным чепчиком на почти лысой голове, с двумя черными бородавками на щеках, с крючковатым носом и костлявыми, как у ведьмы, пальцами. Да и вся она походила на тех колдуний и злых фей, которых рисовали Доре и Берталь. Она не ходила, а как-то катилась, и ни на минуту не выпуская из рук своего редикюля и шурша своей шелковой старинного покроя юбкой. И все же приветливость не покидала ветхую, больную и обиженную судьбой, но милую, милейшую мисс Эванс. Эта жутковатая с виду старушенция, эта ведьма была всегда в наилучшем настроении и полна юмора. Юмор же ее был очень хорошего, чисто английского тона. Любимым ее писателем был, само собой, разумеется, Диккенс, а среди произведений его любимой книгой записки Пиквикского клуба. С чтения этой классической юмористике и начались наши уроки, затем мы прочли и многое другое того же автора. В чтении проходила вторая половина урока, тогда как первая была посвящена премудростям грамматики, а также истории Англии, которую мисс Эванс знала на зубок, благодаря чему и я кое-что в этом предмете усвоил с детства довольно прочно. В основе преподавания истории Англии у мисс Эванс лежали чисто монархические принципы, мало того, чисто католические принципы. В своем убежденнейшем приверженстве к католической церкви она сходилась с моим зятем Эдвардсом и, вероятно, поэтому-то он ее нам и рекомендовал. Оценка же разных английских государей мисс Эванс зависела от того, в какой степени они сохранили свою верность к наместнику Христа, восседающему на римском престоле. Поэтому особенной ненавистью мисс Эванс пользовался король Генрих Восьмой и королева Елизавета. И наоборот, превыше всех ставились разведенная супруга Генриха Екатерина Арагонская и дочь их Мария. Сколько раз я не наводил добрую мисс Эванс на эту тему. Она каждый раз с одинаковой страстностью возмущалась тем, что королеву Марию прозвали Кровавой, тогда как в ее представлении это была самая добродетельная и самая благородная из монархинь Англии. Впрочем, дух справедливости, живший в мисс Эванс, заставлял ее отдавать должное и Елизавете, но это делалось с явным насилием над собой и со всевозможными оговорками. И уж разумеется, не казнь католички Марии Стюарт могла нарушить ту антипатию, которую она чувствовала королеве Шекспира. Твердо верила мисс Эванс в то, что и Карл Первый, и Карл Второй, Первый перед самой казнью, Второй на смертном одре, вернулись в лоно католической церкви. А уж о Якове Втором она иначе не говорила как о святом, глубоко скорбя о том, что не его потомству дано править Англией. Вот до чего курьезна была моя мисс Эванс. Но раз я заговорил о ней, то скажу тут и о том, до чего живописно и необычно она кончила свою жизнь. Это случилось несколько лет после того, что она перестала давать мне уроки. Вероятно, в 1888 или в 1889 году. Можно думать, что очи такой фанатичной католички сомкнет кто-либо из наших доминиканцев святой Екатерины. На самом же деле вышло иначе. Чувствуя приближение смерти, старушка вызвала к себе моего зятя Матвея Яковлевича. А когда он очутился перед ней и спросил ее, какова ее последняя воля, он услыхал самый неожиданный ответ «Мне хочется устриц и немножко шампанского». Матвей Яковлевич тотчас же помчался к Смурову, купил дюжину остенских и бутылку клико и с этим вернулся к умирающей. И что же? Мисс Эванс съела устрицы, запила их бокалом пенистого вина и, получив такое исполнение, быть может, и очень старого желания, она мирно отдала Богу душу, которая, наверное, сразу была выдворена в рай, где эта душа, надо думать, смогла засвидетельствовать свои верноподданнические чувства и Марии некровавой, и светящемуся всеми добродетелями Якову Второму. И моя третья англичанка, о которой я уже рассказал в главе о дяде Сезаре, миссис Кеф, не блистала красотой и также была не первой молодости. И она была ярой католичкой, но в ней не было ничего фантастического, чего-либо напоминавшего ведьм и колдуней. Это была степенная, но ласковая, бодрая, с едва ощутимым налетом меланхолии дама. Вспомнив о муже, она вынимала платочек и прикладывала его к глазам, хотя с момента кончины мистера Кева прошло немало лет. Свой же педагогический дар она доказывала тем, что дети, в том числе и я, страстно к ней привязывались. Когда она после смерти дяди Сезара решила покинуть моих кузин, не будучи в силах дольше терпеть неприязнь старушки-ключницы, возникла целая драма. Плакали мои кузины, плакала миссис Кеф, очень расстроился и я. Миссис Кеф к тому же навсегда покидала Петербург, решив, что лучшего употребления своих небольших сбережений нельзя придумать, как обратить их на то, чтобы поселиться в Лурде, где бы она могла всецело посвятить себя культу Пречистой Девы. Несколько лет еще продолжалась наша переписка, для меня это была хорошая практика английского языка, что, однако, не помешало мне затем совершенно разучиться на нем изъясняться. Но затем эта переписка прекратилась и, к стыду своему, я не знаю, как и когда кончилось земное существование миссис Кеф. Мальчики Брюны, в квартире родителей которых происходили наши общие уроки, были моими первыми близкими друзьями. Настоящая фамилия Брюнов звучала гораздо сложнее и эффектнее. Они были сыновьями Анатолия Егоровича Брюна де Сент и Полита и его супруги сестры моего зятя Елеоноры Александровны Лансере. Благодаря этому свойству, а также благодаря тому, что мы были почти сверстниками, Валя Брюн был на полгода моложе меня, Лева года на два, и, наконец, благодаря тому, что они были русскими французами, между нами установилось тесное единение, которое наши родители всячески поощряли. Мы были одного поля ягоды. И все же дом Брюнов сильно отличался от нашего. В нем совсем не было искусства, ни малейшего намека на художественную атмосферу. Анатолий Егорч был инженером, кажется, путейцем, и решительно никакого интереса к чему-либо, что выходило за пределы его профессии, не проявлял. Его отношение к музыке выражалось только в том, что иногда он в течение минут пяти играл рот Бойкова, состоявшего из аккордов, аккомпанемента, под который мы пробовали танцевать. Однако нельзя сказать, чтобы эта музыка была особенно вдохновляющей. И если я, избалованный домашними виртуозами Альбером и Нетенькой, все же что-то отплясывал под аккорды Анатолия Егорча, то это отчасти из вежливости, а отчасти потому, что мне было как-то жаль этого милого, добрейшего и столь скудно одаренного человека. Я сердечно любил его. Мне нравилась его наружность, в которой пленял контраст между его резкими крупными чертами, говорившими чуть ли не о какой-то героической мужественности и добрым мягким взором серых глаз. Под необычайно выдающимся и круто согнутым носом стлалась густая, но уже почти седая борода. Этот бурбонистый нос и эта дикая борода достались ему, вероятно, от каких-то далеких воинственных предков. Сам же он был кроткий, покладистый человек, ни во что в собственном доме не вмешивавшийся, нежно любивший детей, но как-то сконфуженно их сторонившийся, а главное беспрекословно во всем повиновавшейся своей супруге Елеоноре Александровне. Напротив эта тетя Лёля была, как почти все члены семьи Лансере, особой до крайности нервной, раздражительной и властной. С совершенно болезненным самолюбием относилась она к своему, не бог весть, какому хитрому хозяйству, и с не меньшей ревностью отдавалась она своим материнским обязанностям. Почти за каждым завтраком и за каждым обедом я нередко оставался у них к столу, происходили сцены между ней и мужем. Точнее, она устраивала бедному Анатолию Егорчу жестокие распеканции за то, что он то или другое из блюд недостаточно по ее мнению оценивал. С гневным наскоком она требовала от него объяснения, почему он не доел супа, почему не попросил вторично Жаркова. Меня эти сцены особенно озадачивали, так как ничего подобного в нашем доме не бывало и не могло быть. Да и детям от матери попадало по всякому пустяку, чаще всего совершенно зря. Мальчики были, в общем, безупречно благонравны, точно сошедшие со страниц добродетельных рассказов. Они усердно готовили уроки и тихо занимались своими играми. Но мне и их удавалось растормошить. Начиналась дикая беготня по комнатам, а наши игры в индейцев приобретали подчас весьма буйный характер. Происходили же эти безобразия в отсутствие Элеоноры Александровны, и тогда, когда для присмотра за нами оставалась одна лишь древняя старушка-няня, которую мы все трое очень любили, но с которой абсолютно не считались. Одним из оснований моей дружбы с Брюнами было то, что мы жили очень близко друг от друга. На двух концах той же недлинной улицы мы у собора Никола Морского, они у Поцелуева моста. Ходу от нас до них было даже детской походкой не более семи минут, а самая прогулка была интересной, надлежало перейти театральную площадь, что всегда доставляло мне удовольствие из-за двух украшавших эту площадь театральных зданий. Интересно бывало идти от Брюна в зимнем вечером, когда уже начинались спектакли. Кареты и сани подъезжали к колоннам Большого театра, в круглых просторных грелках, стоявших среди площади пылали костры, вокруг которых толпились кучера, а в окнах обоих театров виднелись зажженные люстры, освещавшие фойе. Все это придавало площади праздничный вид. Сам я тогда бывал в театре два-три раза в году, не более, моих же друзей никогда в театр не водили, и им приходилось довольствоваться моими сильно приукрашенными рассказами. Квартира Брюнов находилась на самом верхнем этаже громадного домоборота фитингов. В подъезде встречал толстенный круглолицый необычайно почтительный швейцар, которому я на Новый год вручал полученный от мамы на этот предмет целковый, и этот обычай до такой степени укоренился, что и тогда, когда я перестал бывать у Брюнов, я все же первого января входил в подъезд и вручал тому же швейцару положенный на чай, после чего он провожал меня с низкими поклонами до улицы. Лестница к Брюнам была необычайная. В широком пустом пространстве пролета могли бы уместиться в каждом этаже по зале, а все вместе производило впечатление довольно жуткого колодца. эта лестница запомнилась мне еще потому, что однажды старушка-нянюшка застала Леву Брюна, которому тогда было не более шести лет, сидящим над этой притягивающей бездной на перилах у двери их квартиры. Еще минута, и он слетел бы вниз. Нянька, увидав эту картину, от испуга онемела, однако осторожно подкралась и сняла Леву с перил, после чего сама лишилась чувств. А какая это была чудесная нянюшка! Она воспитала еще отца Анатолия Егорча, сына французского эмигранта, застрявшего в России. Но и тогда она уже была не первой молодости, теперь же ей было за 90 лет. Она хорошо помнила нашествие двунадеси языков, иначе говоря, отечественную войну 1812 года, но, к сожалению, как мы не старались выведать у нее какие-либо подробности об этой героической эпохе, она, кроме самых общих фраз, в ответ ничего не сообщала. Что вы ко мне пристаете? Ну, была война, и все тут. А самого Наполеона, нянюшка, ты видала? Видела. Какой же он был? Да такой невзрачный, маленький, по московским улицам верхом ехал, помнишь? Нет, не помню, а только что она сгорела, это верно. После такого ответа оставалось посмеяться над старушкой, а она, ворча, удалялась к себе в коморку у кухни. Вообще же она была добрейшая, позволяла с собой делать что угодно. Так иногда мы сажали ее в наш индейский вигвам и заставляли изображать какую-нибудь мать или сестру Ункаса и Чингачгука. Каковы были наши игры в самые первые годы дружбы, я не помню. Но после того, что и я, и Брюны принялись за Купера, мы и сами превратились в индейцев, что было в ту эпоху явлением среди мальчиков почти повальным. В течение суровой петербургской зимы мы были естественно существами комнатными, однако эти нам во всех подробностях знакомые комнаты теряли свой реальный характер и превращались по велению фантазии то в непроходимые девственные леса, то в безграничные пампасы или в скалистую горную местность с пропастями, потоками и озерами. Реквизитов у нас тоже было сначала немного, но постепенно их накопился целый арсенал томогавки, копья, головные уборы из перьев мокосины и так далее. При этом мы владели и довольно обильным специальным словарем и тем особенным жаргоном, который так убедительно выражает и благородство деловаров и гнусность гуронов, которые вообще в зверобое и в следопыте создают самую атмосферу этих романов. Моментами наше наваждение доходило чуть ли не до галлюцинации. Неважные гравюрки настали в книжках Вольфовского издания Купера по одной на роман. Изображения дикарей в разных изданиях Робинзона, что это были другие дикари, нежели те, о которых речь шла у Купера, не имела значения. А иногда и картинки в заграничных детских журналах давали нам достаточное представление о костюмах и нравах коренных обитателей Северной Америки. Кроме того, я живо помнил тех краснокожих, которых я сам видел, нападавшими на поезд Филиаса Фога в одной из сцен феерии 80 дней вокруг света. О сценарии и распределении ролей наших коллективных иллюзионных действий мы заботились по очереди. То это я решал, что Валя будет зверобоем, я Чингачгуком, а Лёва Ункасом, врагами бывали в тех случаях стулья и разные другие предметы. То вчерашние выразители всяческого благородства брали на себя роль лукавых предателей и гнусных интриганов. Пройдя коридор и обе детские, мы вступали в столовую, и это означало, что мы, миновав страшные опасности, очутились в блокгаузе, в сравнительной безопасности. Совершив путь в обратном направлении и попав в залу, мы оказывались среди бесконечного простора прерий, а большая оттаманка под зеркалом между окнами являлась одинокой неприступной скалой. Тропические растения в горшках заменяли джунгли, из которых того и гляди выбежит медведь, а приложив ухо к паркету, мы явственно слышали приближающийся топот тысяч бизонов. В таком случае надлежало оставаться распластанными на земле, и тогда стада страшных рогатых животных с диким мычанием проносились над нашими головами. Но особенную иллюзию создавала постройка вигвама, происходившая по хорошо знакомому рецепту. Брался плед, под него устанавливали половую щетку, концы пледа привязывали за бахрому к четырем опрокинутым стульям, получалась идеальная палатка, в которую мы в качестве немого и только охующего статиста усаживали няньку, принуждая ее вертеть суповой ложкой в котле, котлом же служила шляпная картонка. Но долго засиживаться за курением трубки мира в палатке не полагалось. Насторожившись, как раз услышишь грозный шум. Это приближается на своих мустангах вражеское племя или может быть близится в нашем направлении лесной пожар и надо бежать без оглядки. Как-то раз вероятные желания смягчить наши воинственные нравы и отвлечь нас от постоянного снимания скальпов нам дали прочесть хижину дяди Тома, эту самую трогательную из трогательнейших повестей. Однако результат получился совсем неожиданный. Мы, правда, серьезно огорчились судьбой постигшей доброго старого негра, но в то же время мы особенно оценили неограниченную власть плантаторов, и это увлечение тотчас нашло себе отражение в наших играх. На время индейцы были забыты, заменил же их новый мир самых жестоких негодяев и самых беспомощных жертв. Лева почему-то с особенной готовностью брал на себя роль беглого шклава раба, укрывавшегося в тростниках и в зарослях, а я с Валей с упоением играли роли его преследователей. В известный момент мы находили убежище несчастного, нападали на него, связывали, делали вид, что связываем, и ввели на казнь. Лева так входил в роль, что скрежетал зубами, шипел. У губ от сознания собственного бессилия образовывалась пена. Мы же бывали обуреваемы настоящим восторгом садизма. Разумеется, о саде мы ничего не знали. И не будь вовремя подоспевшей тете Леле или одной из старших сестер Анатолия Егорча, мы смогли бы в разгаре игры учинить и настоящую беду, наказывая беглеца. Пленного щипали калеными щипцами, его пронизывали пиками, ему, несмотря на страшное сопротивление, вырезали язык, ему выкалывали глаза. Когда же большие, заметив, что детки в играх перешли всякие границы благонравия, усаживали нас для успокоения зарисования, то и при этом занятии мы продолжали предаваться тому же садизму, причем появлялись в рисунках не одни рабы, но и рабыни. Не имея еще никакого понятия об эротике, мы доходили до крайнего возбуждения, изображая страшно бородатых людей в сапожищах и в широкополых шляпах, которые режут, колют и всячески терзают бедных негров. Это безобразие продолжалось несколько месяцев, пока, наконец, Элеонора Александровна не осознала вполне, что происходит нечто вовсе не соответствовавшее педагогическим идеалам. С того дня такие игры были строго запрещены, мало того, тетя Леля навестила мою маму специально по этому поводу, рассказала ей о наших ужасных родениях. тогда эту игру заменила другая театральная. Я уже сказал, что мальчиков Брюнов никогда не водили в театр, родители их никогда не позволяли себе такой роскоши. Но, тем более, моих друзей интересовало узнать и увидать, что творится на сцене. Иногда я их угощал кукольными спектаклями на моих детских театриках, но куда интереснее показалось самим сделаться актерами и играть. За фабулами недалеко было ходить. Они имелись в обилии в том альбоме карикатур Буша, которого в каждой из наших семей было по экземпляру. Эти смехотворные рассказики в картинках были совсем коротенькие и укладывались почти все на одну страницу, но мы их разукрашивали подробностями и наш спектакль затягивался на добрый час. Особенным успехом пользовалась история про двух воров, забирающихся в дом, а также история похищения из церали. Для последней пьесы требовались тряпки для тюрбанов и для чадры, покрывающие лицо прелестной зулеймы. Я приносил из дому огромный маскарадный нос для палача, а игрушечная скрипка вполне заменяла гитару для того красавца трубадура, который и похищал красавицу из гарема. Частью немецкий текст Буша оставался нетронутым, но он служил лишь как некое вступление для каждой сцены, тогда как дальнейшие диалоги импровизировались уже нами. Зрителями служила, если это происходило у Брюнов та же старуха-нянька, а позже немецкая гувернантка Фрейлейн Зельма Августовна. То, что последнее носило почти то же имя, как наша героиня Золейма, и то, что она была миловидной крошечной блондиночкой, придавало особую пикантность нашему представлению. Если представление происходило у меня, то тут в царскую ложе мы усаживали мою бонну, а если в это время гостили у нас маленькие племянники, то и они удостаивались такой чести. И, Боже мой, в какое я впадал бешенство, если мои зрители говорили, что им скучно, или если они какой скандал, просто покидали зрительный зал. Особенно запомнились мне такие наши спектакли в имении Брюнов Глазове под Лугой, куда они уезжали на лето и где я гостил по нескольку недель два раза. Усадьба состояла из поместительного, но совершенно простого деревянного домика, комнат в десять, к которому вела аллея старых берез и за которым спускался к реке большой частью плодовый сад. На косогоре по другую сторону реки была расположена деревня, состоявшая из низких темных крытых соломой исп, типичная картина для севера России. Ясные дни мы, разумеется, проводили на воздухе, в прогулках, дождь, а лил он часто, превращая и двор перед мызой и сад в непролазное месиво, то приходилось или оставаться на крытом балконе, или же, когда становилось уже слишком неуютно, в комнатах. Тут эти импровизированные домашние спектакли и служили нам самым приятным и интересным препровождением времени. Стекла окон поливаются как из ушат, в печках трещат сырые дрова, а мы себе гуляем в волшебных садах багдадского калифа, греемся на мраморных плитах, залитой солнцем террасы, или же плывем по морю при луне с похищенной красавицей. В Глазово я был доставляем либо сестрой Катей, либо самим Анатолием Егорчем. Меня до того манило деревенское приволье, что и разлука с мамой не казалась столь страшной. Три часа поездом, небольшая остановка, в пыльной, убогой, безалаберно разбросанные луги, и затем двухчасовая тряска на Тарантасе по песчаным ухабам. То были мои первые далекие выезды, и я с ненасытным интересом разглядывал все новые для моего глаза предметы, попадавшиеся по дороге. В совершенный восторг я пришел как-то от тех лесистых холмов, мимо которых лежал наш путь. Солнце, стоявшее ровно за ними, обрисовывало их контуры светлой каймой. Книзу же масса зелени была подернута синеватой дымкой. Тут я, кажется, в первый раз понял, что такое красота природы, о чем я часто слышал, но что до того времени оставалось для меня чем-то не вполне осознанным. Вообще, эти пребывания в Глазове сыграли как раз в моем художественном развитии некоторую роль. Там от скуки во время дождя мной был нарисован первый пейзаж с натуры, забор, яблони, а на первом плане идущая скоромыслом Маша, скотница, довольно смазливая баба, про которую мы сложили глупейшую песенку. Там же, на прогулках по песчаным дорогам через сосновые рощи, спускаясь в дикие заросли оврага, здесь и медведи водятся, говорил лесничий, или во время лежания на траве у речки, пока Валя и Лева занимались ужением, я вкушал всю прелесть деревенской поэзии. И именно то, что я проводил в этой простейшей красоте целые дни, что я успевал вдоволь и поскучать в ней, что я ее видел при разном освещении, то под ясной лазурью, то под свинцовыми грозовыми тучами, что я успевал иногда и промокнуть, и снова высохнуть, это все ввело меня в природу. Имя Пана в те времена я еще не знал, но самое существование его я как бы чуял. Как раз в Глазове я испытал и характерный панический страх. Совсем недалеко от дома открывалась на несколько верст по лесу широкая просека, как-то неравномерно проведенная. Справа и слева точно театральные кулисы вступали или отступали лесные массивы. Стоило здесь хотя бы негромко что-либо крикнуть, как с поразительной отчетливостью раздавалось эхо, и не один раз, а три, четыре, если же крикнуть во всю силу, то и раз десять. Однажды нам втроем вздумалось громко захохотать, и вдруг в ответ раскатился настоящий адский хохот. Казалось, что хохочет сам лес, хохочут все находящиеся в нем лешие, о которых с ужасом и с убеждением рассказывала нянька, и нам стало так жутко, что мы опрометью бросились бежать домой, и такого опыта больше не повторяли. Хоть в Глазове на Приволье мы иногда и играли в довольно буйные игры, изображая тех же краснокожих, однако мы, будучи в общем довольно благонравными мальчиками, никогда не дрались и вообще физических насилий избегали. Представляя самые жестокие схватки, пленения, казни, мы не делали друг другу больно, разделяя в этом обычаи щенят, львят и других животных, отлично также знающих, что такое игра, что значит ломать комедию. Тем более остается странным случай, происшедший как-то летом 1880 года, когда приехал гостить к Брюнам их дальний родственник, юноша лет 14, наголову выше самого высокого из нас троих. В общем, несмотря на разные шалости и всяческие кривляния, мы были скорее с мирными, довольно благовоспитанными ребятами. Валя и Лёва те даже никогда не капризничали, да и не посмели бы, отчасти опасаясь не столько довольно крутых выговоров их матери, сколько самого факта огорчения родителей. Этот же новоприбывший Алёша был настоящий мальчишка, охотник до буйных игр и даже до драки. Вот он и затеял как-то на Глазовском дворе игру в городки. Долгое время всё шло дружно и весело. Разделившись на дву лагеря, мы с увлечением разрушали поочерёдно вражеские крепости, но вот от слишком большой горячности я угодил брошенной палкой в самую голову Алёши. Будь пострадавшим кто-либо из нас, всё кончилось бы жалобами, перебранкой, слезами, но Алёша пришёл в ярость и, перелетев громадными шагами через двор, он дал мне со всего маху пощёчину. Сначала я совершенно опешил. О том, чтобы вступить в бой с таким великаном, не могло быть и речи, и в моём распоряжении оставались только мои обычные решительные средства. я не просто заплакал, а завопил как зарезанный, а затем умчался в свою комнату, заперся в ней на ключ, и оттуда на весь дом понеслись пронзительные крики требования, чтобы мне немедленно был подан экипаж, что я уезжаю, что своего обидчика убью и так далее. Трагедия эта длилась довольно долго, но затем я устал сам и, сознавая, что в достаточной мере всех наказал, я лёг на постель и заснул. Несколько раз сама Элеонора Александровна подходила к двери, стучала и звала меня, но я представлялся мёртвым и упорно молчал. Однако, когда через щели двери до меня донёсся запах свежеиспечённых к чаю хлебцев тамбовок, то я не утерпел перед соблазном, отпер дверь и направился в столовую. Алёша стоял у стола смущённый и, увидев меня, первый подошёл и с чувством произнёс «Прости меня, Шура». Я же, почувствовав прилив великодушия, молча пожал ему руку и трижды с ним облобызался. На следующее утро Алёша покинул Глазова и с тех пор мы никогда с ним более не встречались. В долгие дождливые вечера мы с Валей и Лёвой вели всякие умные беседы, иногда даже не лишённые философского оттенка. Особенно склонен был к ним Лёва. Этому философу было в то время лет восемь, который никак не мог успокоиться, размышляя на темы о бесконечности, о вечности, о Боге, о загробной жизни. Что за последним мыслимом пределом мира всё же должно открыться новое, хотя бы пустое пространство, а что быть может в этой пляшущей в солнечном луче соринки могут быть целые солнечные системы и такая же земля, как наша, а в ней такое же Лёва, а на Лёве опять такие же соринки, эти мысли наполняли его ужасом. Вообще в Лёве было больше, чем в его брате, поэтического и даже художественного начала. Так он, младший из нас трёх, лучше рисовал животных и особенно ловко их вырезывал из бумаги, не прибегая к предварительному очерку. Небольшой квадратик бумаги под ударом ножниц превращался в целую группу зверей, расположенных в разных направлениях и соединённых между собой маленькими перемычками. Сколько надо было иметь сообразительности, какой заранее установленный в голове план работы, чтобы такой фокус мог удастся. И каждая такая зверушка, имевшая в длину не более двух сантиметров, будь то лев, хорёк или слон, была снабжена всеми характерными чертами, причём это не были ребяческие бесформенные схемы, а силуэты, точно скалькированные из картинок зоологического атласа. Мне всегда казалось, что из лёвы мог бы выйти совершенно замечательный художник, но едва ли это пришлось бы по вкусу его родителям. Такая карьера не соответствовала всему жанру брюновского дома, лишённого всякой художественности, и лёву не только в этом направлении никто не поощрял, но напротив его направили по совершенно другой дороге. В конце концов, из него вышел образцовый агроном. И последний раз я встретил этого милейшего, добрейшего человека после перерыва, по крайней мере в 20 лет, в имении графа Орлова-Давыдова от Ради, где он и состоял кем-то вроде эксперта при экономии графа. В 1947 году получено из России известие, что Лёва Брюн скончался. Валя был совсем не похож на брата, и эта контрастность с годами обострилась в чрезвычайной степени. Насколько Лёва был прямым, открытым и простым, настолько Валя, не будучи ни фальшивым, ни каверзным, все же был извилистым и туманным. В Лёве несомненно доминировало мужественное начало, в Вале женственное. Жизненная же судьба Вали получила трагический исход. Он был превосходным учеником гимназии и, кажется, окончил её с золотой медалью. Он необычайно серьёзно отнёсся, не чита мне и моим позднейшим друзьям, к изучению законоведения в университете. Поступив затем в Министерство юстиции, он быстро стал подниматься по бюрократической лестнице, и ему ещё не было 50 лет, когда он был назначен директором департамента полиции, а в будущем ему сулили и министерский портфель. В это время я его уже не встречал, и, вероятно, вот почему в моём воображении представление о моём Вале, хрупком, нежном, необычайно похожем на мать мальчики, никак не вяжется с образом какого-то сурового инквизитора, каким, говорят, он себя и зарекомендовал. У Вали и Лёвы были ещё два брата, Боря и Лёша, но они в моих воспоминаниях не имеют места, особенно последние, появившиеся на свет тогда уже, когда наша дружба, пережив свой подъём, начала слабеть и тускнеть. Что сделалось с Лёшей, я вообще не знаю, ибо с конца 80-х годов я его уже больше не видел. Что же касается Бориса Анатольевича, то он рос с прихорошеньким мальчиком и из него вышел необычайно милый и приятный, живо мне напоминавший Анатолия Егорча человек. Скончался Боря Брюн уже во время немецкой оккупации где-то на юге Франции. Глава одиннадцатая Казённая гимназия Я поступил в гимназию со значительным запозданием. Весной 1880 года мне уже минуло 10 лет. Осенью того же года я поступил в приготовительный класс. Вследствие этого я и окончить гимназию должен был бы не 18 лет, как нормально полагалось, а 19. на самом деле я ее окончил 20. Но это вследствие того, что я два года просидел в седьмом классе, о чем будет рассказано в своем месте. Почему это так случилось, я не знаю, но я подозреваю, что тут действовала мамочкина забота о том, чтобы я не переутомлялся. На самом деле я был готов для первого класса, поступив же в приготовительный, я имел значительное преимущество перед моими товарищами, я уже почти все знал, чему нас учили, и мог без труда занять положение одного из лучших учеников. Зато страдало самолюбие в другом смысле. Мне казалось, что я совершенно большой, а приходилось сидеть на одних скамьях с малышами. Впрочем, когда я осмотрелся, то оказалось, что среди моих одноклассников имеются и мальчики вполне достойные моего внимания, а иные, пожалуй, были даже более развиты, нежели я. Среди них я выделил того, кто оказался моим соседом по парте. Пюпитры парты были двуместные, и ученики сидели парами, между рядами таких парных парт оставались проходы. Володю Николаеву, который к общему недоумению среди года превратился в Володю Потапова. Вероятно, тут произошло запоздалое узаконение отцом. Володя был некрасивый мальчик. У него был сильно вздернутый и постоянно красневший нос и пухлые бесформенные губы. Зеленые глазки сильно косили. Он вечно беспокойно озирался, а когда его вызывали к кафедре, то Володя, не переставая, обдергивал свою блузу. Он был всего на три месяца моложе меня, но ростом едва достигал моего плеча. По разным признакам было видно, что он сын родителей очень незажиточных. Сначала он меня дразнил и высмеивал, впрочем, без злобы, но потом мы сошлись на коллекционерской почве, так как оба оказались страстными собирателями. Он перьев, я марок. Позже, еще в том же году, у нас оказались и другие, более возвышенные общие интересы, ибо и он очень увлекался Купером Жюль Верном. При этом в нем уже сказывалось известное критическое отношение, тогда как мы и я и Брюны брали наших любимых авторов безоговорочно. Наши симпатии и антипатии скорее касались самих героев, а не того, хорошо ли их изобразил автор. С момента, когда я в 1885 году покинул гимназию человеколюбивого общества, я потерял Потапова из виду, но позже, уже в университетское время, я узнал, что он погиб где-то на Волге, куда был отправлен в командировку в качестве студента-медика и где свирепствовала холера. Погиб он, однако, не от холеры, а потому, что в очень жаркий день по ошибке выпил залпом стакан раствора сулемы, приняв его за воду. Такой конец как-то соответствовал всей личности этого усердного, азартного, вечно спешившего, вечно разгоряченного человека. Меня определили в гимназию императорского человеколюбивого общества. Благотворительное общество, основанное Александром I в 1802 году и в течение XIX века, расширявшего свою деятельность на основе правительственных субсидий и частных пожертвований. В его задачи входило оказание помощи бедным, медицинской, образовательной и тому подобное. Обществу были подведомственны школы, больницы, приюты, богодельни, гимназии, в которой учился Бенуа находилась на Крюковом канале против церкви Никола Морского, здание сохранилось. Выбор мамы этого заведения объяснялся двумя обстоятельствами. Во-первых, тем, что оно было горячо рекомендовано ее подругой Терезой Бентковской, двое сыновей, которые в нем уже учились. Во-вторых же, гимназия эта находилась на очень близком расстоянии от нашего дома. Тереза Федоровна Бентковская была дочерью знаменитого художника Бруни. Однако мне она с первого уже дня не понравилась, и эту антипатию я сохранил в течение всех пяти лет в ней проведенных. Суммируя свои впечатления, я думаю, что она особенно претила моему вкусу, что в ней был какой-то специфический, слишком русский дух. Позже, когда я в литературе и в театре, в изображениях Гоголя, Островского, Щедрина, познакомился с тем, что представляло собой типично русская жизнь, типичные русские чиновники, типичный быт мещанский, то я во всем этом узнавал именно дух и, так сказать, тон моей первой гимназии. С другой стороны, мне кажется, что в какое бы казенное заведение меня не определили, я бы там страдал не менее и как раз не от каких-либо особенностей данного учреждения, а от всей казенщины вообще, в которой я уже тогда чувствовал непреодолимое отвращение. С другой стороны, ничего особенно плохого я о своей гимназии человеколюбивого общества рассказать не могу. Отношение учителей было скорее гуманное. Классы, если и не отличались чистотой, то были просторны и светлы. Правда, по всей гимназии стоял какой-то довольно-таки тошнотворный и кисловатый дух, но происходило это от того, что половина нижнего этажа была занята столовой, в которой кормились жившие на полном пансионе ученики-интерны. Казенный же обед не отличался изысканностью, и кроме гречневой каши и кислых щей с мясом ничего не полагалось. Выпекаемый в гимназии хлеб, разумеется, был черный, но странное дело, выпечка хлеба в казармах давала восхитительный и аппетитный аромат. Этим ароматом я буквально упивался, проходя по Благовещенской улице, на которую выходили пекарни флотских казарм, а вот выпечка хлеба в нашей гимназии порождала этот самый отвратительный кислый дух. На этот хлеб жаловались пансионеры, будто он ложится камнем на желудок. Впрочем, вообще кормили их довольно голодно, и поэтому не мудрено, что, возвращаясь со своего полуденного обеда в классы, они принимались клянчить у богатых товарищей, чтобы они с ними поделились своими домашними бутербродами и пирожками со вкусной начинкой. Свои бутерброды, над которыми каждое утро трудилась мамочка, я отдавал без всякого сожаления. Во-первых, я знал, что, когда вернусь домой, около трех часов пополудня, то найду там оставленный для меня настоящий завтрак с кофеем, с пирожными, а затем я брезговал всем, что приходило в соприкосновение с чем-либо гимназическим, и даже брезговал своими руками, которые пачкались чернилами от засаленных столов, больше же всего от пожатия десятков нечистоплотных и потных рук. Моя брезгливость доходила до того, что, придя домой, я не только основательно мылся, но даже менял форменную одежду на домашнюю, только бы не слышать тошнотворный гимназический запах, которым все на мне было пропитано. Форма нашей гимназии была двух родов. Парадная, которую в самой гимназии никто не носил. Она была общая по покрою и цвету с формой всех других классических гимназий, то есть синяя куртка с серебряным шитьем на вороте и с серебряными пуговицами. Эта форма в других гимназиях не имела характера исключительно парадного. Ее ученики носили всегда. Классная же одежда в нашей гимназии была более своеобразна. Она состояла из черной блузы, обшитой по вороту лиловой тесьмой, спускающейся наискось кушаку. На пряжке же кушака из белого металла стояли буквы Г и Ч О. И эти же буквы занимали середину того серебряного ажурного значка между двух дубовых ветвей, которыми была украшена фуражка. Я еще застал в 1880 году фуражку французского образца, то есть кепи со слегка накрененным к переду донышком и с плоским кожаным козырьком, но в первые же годы царствования Александра Третьего ее заменила фуражка круглая с козырьком полукруглым. Парадную форму сшили меня только к свадьбе брата Михаила в 1884 году. Шитье на ней было отменного качества, и подкладка была белая-шелковая. При всей моей ненависти к ношению формы этим своим шикарным мундиром я гордился и охотно щеголял в нем в театре. Юпитером среди педагогического олимпа был директор Голицынский, тучный пожилой человек с круглой как шар головой, с глазами прикрытыми очками, вечно съезжавшими с его носа. Под носом торчали белые усы, а щеки подпирались бритом двойным подбородком. Он ходил всегда несколько понурый, с руками заложенными за спину. Для придачи пущей важности Голицынский взглядывал на учеников поверх очков, и это действительно придавало ему грозный инквизиторский вид. Ученики его побаивались. На самом же деле Голицынский был скорее добряком, и все его грозное величие было напускным. Я отчетливо запомнил и двух классных наставников, из которых одного маленького черномазого с густой плохо чесанной бородой Василия Васильевича Щеглова я нежно полюбил с первого же дня за его ко мне ласку, а другого Николая Петровича длинного болезненного вялого с испятым лицом и тоскливым взором все почему-то презирали. Далее шли учителя математики Цейдлер, Фитцум фон Экштетт и Карпов, русского языка Орлов, латинского и греческого Евгенов, Томасов, позже Митачек, француз Бакильон, немец Шульц, каллиграф Шне или Шнель и, наконец, учитель закона Божьего отец Палисадов, который был священником, принадлежавший гимназии церкви, соединенной с ней крытым переходом. Назвал я всех учителей вместе, но, разумеется, преподавали они в разное время и в разных классах. Так, преподавание латинского языка начиналось только с первого класса, и я в приготовительном целый год ему не учился. Греческий же начинался еще позже, с третьего или с четвертого класса. Из математиков первый по порядку стал нам преподавать добрейший долговязый и близорукий Цейдлер, обладатель самой длинной во всем Петербурге и при том рыжей бороды. Он преподавал начальную арифметику, был вообще снисходителен к ученикам, ко мне же в особенности, вероятно, в силу того, что он был братом близкого приятеля, моего брата Леонтия, архитектора Владимира Цейдлера. Ходил гимназический Цейдлер в раскачку, притом борода его развивалась как флаг. Его через год заменил корректнейший, даже элегантнейший Фитцумфон Экштетт, про которого ходила молва, что он настоящий граф. Его мы не любили за сухость и аристократическую надменность. Ко мне Фитстум относился с оттенком известной светскости, которой отличалось его обращение и с другими представителями приличного общества в нашем классе, с Жоржем Бруни, с графом Костей Литке, с братьями княжевичами. Был и он огненно-рыжий, но подбородок по-английски брит, щеки же его были украшены бачками, котлетками. Мне Фитстум скорее нравился, потому что в нем не было ничего типично русского, грубоватого. Это был джентльмен. Зато без симпатии относился я к его коллеге Николаю Фанасьчу Карпову, грубому, заносчивому, придирчивому человеку. Этот Карпов, однако, впоследствии обнаружил замечательные административные таланты, и это он с успехом сменил Голицынского на посту директора гимназии. Не знаю почему, отсутствием всякой симпатии среди гимназистов пользовался учитель русского языка Орлов. Имени и отчество его я не запомнил, вероятно потому, что они ничего характерного в себе не имели, но прозвище, данное учениками скула ему подходило вполне, и я его запомнил. Он действительно иначе не говорил, как улыбаясь слащавой приятнейшей улыбкой во весь обложенный седой бородой рот. Это выражение не сходило у него и тогда, когда он ставил двойки, единицы и нули, или когда он просил кого-либо из учеников встать лицом к стене. Такое несоответствие между приятностью улыбки и причиняемыми Орловым неприятностями и создавало ему репутацию человека фальшивого и лицемерного. Надо отдать Орлову справедливость, что он не выделял и своего сына, учившегося вместе с нами. Не раз получал вообще прескверно учившийся Володя Орлов по русскому языку единицы и нули. Не раз в назидание прочим папаша-педагог заставлял его в течение четверти часа любоваться унылой загрязненной стеной. Меня несколько обижало то, что Орлов никак меня не выделял. Даже тогда, когда я считал, что я ему ответил на пятерку, он, ставя четверку, ничем мои успехи не поощрял. Латинский язык мне сначала не давался, несмотря на то, что мне, знавшему французский, было сравнительно легко заучивать слова и строить фразы. Не давался же он мне по вине учителя чеха. С виду учитель мне скорее нравился, так как я находил в нем какое-то сходство с Шекспиром, а лицо Шекспира, благодаря комбинации оголенного лба и заостренной бородки, мне казалось необычайно красивым. Но на этом сходство господина Евгенова с автором «Гамлета и бури» кончалось. Был же он, если и не злой, то бестолковый и в педагогическом смысле «недоровитый человек». Он вечно суетился, часто гневался, а когда гневался, то терял самообладание, и его и без того дефектное произношение русского языка становилось комичным. При основательных, вероятно, знаниях он часто путался, сбивался и в этих случаях обрушивался на учеников. Но мы были уверены, что Евгенов в душе добряк, а потому, когда он собрался вернуться к себе на родину в Прагу, и в честь него было устроено прощальное сборище в актовом зале, то не только он сам, произнеся свою последнюю речь, прослезился, но и все ученики были тронуты, многие даже всплакнули. Лишившись Евгенова, мы, однако, оказались в выигрыше, ибо его заменил Николай Николаевич Томасов, единственный из учителей гимназии, которого не только полюбил, но которому и исполнился глубокого уважения. Между тем, это был совсем молодой человек, необычайно тощий, некрасивый, сдержанный, державшийся с той суховатой корректностью, которую вообще дети не очень любят. Привлекало же меня к Томасову не только его болезненный, несколько чахоточный вид, напоминавший мне незабвенного мсье Станисласа, и не только его сходство с Гоголем, что особенно сказывалось в его остром носе и в его жидких белокурых усиках, но то, что он необычайно быстро помог мне и многим из моих товарищей преодолеть трудности латыни и тем самым как бы приотворил двери, вводившие в понимание классиков. Этому усвоению латыни посредством форсированного чтения способствовал и мой домашний репетитор Соловьев, о котором я уже упоминал выше. Впрочем, Соловьев действовал скорее каким-то, я бы сказал, внушением. Он заставлял меня читать Цезаря и Овидия, как читают роман, без словаря, бегло, стараясь вникнуть в смысл фразы по контексту, а также по сходству латинского с другими мне знакомыми языками. Уже через две недели такого форсированного натаскивания я действительно читал названных авторов, причем сам Соловьев ограничивался одними краткими пояснениями. Я очень жалею, что впоследствии так и не собрался познакомиться с литературными работами Соловьева, подписывавшегося Андреевич. И если я не ошибаюсь, принимавшего деятельное участие, он чуть ли не состоял редактором, в редактировании одного из значительных толстых прогрессивных журналов русского богатства. Если он и в отношении своих читателей действовал с такой же энергией и насилием, как когда-то в отношении меня, то для меня становится понятным тот авторитет, которым он пользовался в известном кругу. Однажды мне по делу пришлось посетить его в редакции, но он с трудом вспомнил про нашу давнишнюю кратковременную дружбу, а от его заразительной веселости не осталось и следа. Он мне показался типичным представителем серьезной и передовой журналистики, которая, в общем, была мне далеко не понутру. Увы, Томасова сменил в четвертом классе снова чех. На них у нас тогда был большой спрос. Они всегда соединяли солидную немецкую ученость с довольно быстрым усвоением родственного для всех славян русского языка. Эта смена оказалась для многих и для меня в особенности роковой. Он преподавал латынь и греческий, но преподавал так скверно, с таким отсутствием всякой чуткости к психологии учеников. Он был так свиреп и так глуп, что не только я не постиг благодаря метатчику греческого языка, но я забыл и возненавидел латинский. Такой педагог, как он и многие ему подобные, были причиной того, что гимназисты в те времена ненавидели и тогдашнего министра народного просвещения графа Дмитрия Николаевича Толстого, в котором все видели главного виновника своих страданий. У метатчика все сводилось к тупому зазубриванию. Причем никаких отступлений от того, что стояло в книжке, он не допускал. Томасов, напротив, как бы даже поощрял нас на фантазирование, пользуясь ими, чтобы разъяснять особенности и самую прелесть латыни. Очень скоро мои отметки в журнале по древним языкам стали пестреть единицами и нулями. Мама и папа недоумевали, откуда такая странная перемена в моих успехах? А от других родителей на метатчика поступали даже жалобы директору, но это не помогало. Злющий чех внедрился, как крепко засевший клещ. Причем безнадежная глупость его не допускала мысли, что он ошибается, что взятый им курс неправильен. При этом метатч был необычайно уродлив, и физиономия его могла бы отлично служить моделью для какого-либо кошмарного монстра. Косой, с кривым ртом, с отвратительной хлопьями, росшей грязно-серой бородой, с нескладными движениями рук и ног. Он напоминал и каких-то жутких нищих. Хуже всего было то, что мои неуспехи, по классическим языкам, обескураживали меня вообще, деморализовали меня. Мое школьное нерадение дошло наконец до того, что я, вместе с несколькими другими мальчиками, не был допущен до весенних экзаменов. Не желая, чтобы я прогулял целый год, родители решили тогда взять меня из гимназии человеколюбивого общества. Именно в этом Митачек и оказался роковым. Не будь его, я, вероятно, до конца курса учения не покинул бы казенной гимназии. Я бы не поступил в частную гимназию майя. Я бы не подружился с философовом, с Сомовым, с Нувелем. Далее не произошла бы моя встреча с кузеном философовом Дягилевым и так далее, и так далее. Вернусь к моим учителям из гимназии человеколюбивого общества. Французскому языку обучал нас мсье Бакельон. Совершенно естественно, что я, уже свободно говоривший по-французски, здесь оказался вне конкурса. Даже другие мальчики приличных семейств, оба княжевича Бруни и граф Литке, не могли со мной в этом тягаться. Кроме балла пять, я других отметок на уроках французского языка и не получал. Но, пожалуй, если бы я и не был силен во французском, то и тогда мсье Бакельон относился бы ко мне с особым благоволением. Ведь, кроме своей педагогической деятельности, он был поставщиком французских и вообще иностранных вин, и в качестве такового каждый год являлся к нам для получения очередного заказа. В те времена, до конца 80-х годов, не принято было пить русское вино и тем паче угощать им гостей. Напротив, и у нас, и у многих наших знакомых вино выписывалось бочками из Франции и разливалось по бутылкам на дому. Что касается мсье Бакельона, то он вполне оправдывал оказываемое доверие. Выдержанное у нас в бутылках красное вино Сент-Эмильон приобретало с годами изумительный букет, а попивая финшампань отдаленных годов. Знатоки щелкали языком и, держа рюмку на свет, любовались янтарно-золотой влагой. Доставлял нам сье Бакельон и превосходную Мадеру. Заодно расскажу здесь и про самую процедуру разливки вина. Происходила она у нас в папиной чертежной, и на эти дни эта комната освобождалась от всей лишней мебели, а вместо нее устанавливались три или четыре бочки, из которых одна с красным вином была чрезвычайных размеров. Сюда же вносилось и все нужное для предстоящей операции. Корзины с порожними бутылками, большой ушат воды, в котором мокли пробки и тому подобное. Священное действие начиналось с утра. Человек, отреженный соседним винным погребом Фейка, являлся со своей хитрой машиной для закупорки и с краном. Со вставления его в бочку и начинался обряд. Момент, когда образовывалась дырка в бочке, а из нее, как кровь из чудовища, дугой начинала бить красная струя, был особенно волнующим. Разливщик, все жесты которого отличались уверенностью, сразу останавливал кровотечение вставлением крана, после чего дальнейшее шло с надлежащей методой. И на это было очень весело смотреть. Быстро-быстро влага поднималась в подставленную под кран бутылку. Одна наполненная бутылка сменялась пустой, и все устанавливались на полу вокруг оператора. Почти от каждой бутылки разливщик сбрасывал талику вина в специальный сосуд, и этот сосуд шел затем на кухню. Самым же интересным была закупорка посредством принесенного инструмента. Полные бутылки вставлялись в особое стойло, к горлышку прилаживалась пробка. Оператор нажимал рычаг, и трах, пробка уже прочно сидела в стеклянном кольце. После этого оставалось надеть поверх пробки блестящую разноцветную капсюльку мягкой жести и наклеить на бутылку одну из тех этикеток, которые лежали в прилаженной к бочке коробке. Наш Сент-Эмильон украшался в былое время эффектной овальной картинкой, изображавшей золотого льва на красном фоне. Но впоследствии мода на такие украшения прошла, и этикетки стали простыми, белыми, с каллиграфически написанным названием. Поданные в особо торжественные дни, такие бутылки со львом вызывали всегда восторг дяди Мишка Воса и моего брата Леонтия. Ведь эта этикетка означала, что вину по крайней мере десять, а то и больше лет. Под вечер, после того, как все вино было разлито, являлся сам Мсье Бакильон, и, попробовав от каждого вина по рюмочке, с авторитетом произносил отлично. После чего оставалось разместить бутылки по-разному, специально для того устроенном в стенах квартиры и в погребе помещениям. С разливом вина у меня связаны и два личных, довольно позорных воспоминания. Именно дважды во время этих разливов я испытал опьянение до полного одурения. Пользуясь тем, что Бонна и мама оставили меня в чертежной любоваться работой разливщика, я стал подставлять ему после наполнения каждой бутылки свою игрушечную рюмку с тем, чтобы излишек попадал не в специальную посуду, а в мою рюмку. И хоть это и замедляло работу, однако разливщик благодушно потворствовал мне. Рюмочка была крошечная, с наперсток. Однако, выпивая одну за другой, я стал пьянеть. А на двадцатой или тридцатой рюмке мною уже овладевало то чудесное чувство потусторонности, для получения которого люди часто и предаются культу Бахуса. Увы, за этим чувством следовало другое, весьма неприятное. Все начинало быстро вертеться вокруг, а сам я оказался уже лежащим на полу. Первое такое опьянение, происшедшее осенью 1881 года, прошло сравнительно благополучно. Меня вырвало, и я сейчас же пришел в себя, но второе имело более тяжелые последствия. Я пролежал несколько дней в постели, и одна мысль о вине ввергало меня после того в мучительные повторные приступы тошноты. Из этого можно заключить, что я вообще не рожден был пьяницей, что просто моя натура не выдерживает. Эти два случая меня отвратили от вина, однако не настолько, чтобы я сделался каким-то адептом полной запретности. Вино — вещь чудесная и поистине божественная, но надо знать меру в пользование им. Сейчас я спрашиваю себя, как могли старшие допустить, чтобы уже раз случившееся могло повториться. Вероятно, во второй раз, забыв о первом предостережении, я хитростью проник в разливочную и напился умышленно, просто из-за зорства, тогда как в первый раз я напился нечаянно. Любопытно еще в этот раз и то, что уже лежа почти в беспамятстве на полу, я стал во все горло выкрикивать всякие бранные и самые неприличные слова, которым я только что научился у гимназических товарищей. Воображаю, какой получился конфуз. В полутумане я еще видел, как хихикает Степанида, как гувернантка Фрейлейн Штрам делает вид, что она ничего не понимает, и как мамочка, подавляя смех, пытается сделать строгое лицо и остановить отвратительное словоизвержение. Сейчас же, вслед за последним проблеском сознания, я погрузился в мрак небытия и снова вернулся к жизни только тогда, когда с забинтованной головой и с омерзительным вкусом во рту лежал у себя на постели. Этот второй урок, в котором косвенно повинен учитель французского языка Мсье Бекельон, был и последним. Как это ни странно, но с персоной гимназического учителя немецкого языка у меня тоже связано воспоминания домашнего характера. Шульц был русский немец и едва ли не лучше говорил по-русски, чем по-немецки. Но физиономия и вся повадка были у него тефтонские, а его манеры и обычаи еще более соответствовали классическому представлению о грубом, нахальном и лукавом германце. У меня к немцам вообще, несмотря на все политические события, сохранилось и по сей день самое симпатичное отношение. Я очень хорошо чувствую все то, что есть чарующего в немецкой натуре. Хотя бы к этому чарующему часто бывает примешана доля неискоренимой грубости. Но этого немца, Шульца, его широкую рожу, окаймленную густой рыжей бородой, его ярко-красные волосы, ежиком торчавшие на голове, его неестественно бодрый тон, его вечную бодрость я ненавидел. Несмотря на то, что и у него, вполне естественно, я тоже получал одни пятерки. Впрочем, и мои товарищи терпеть не могли Шульца за склонность к ябедничанию, за присмыкательство перед начальством, за шпионство, назойливые придирки и тому подобное. И вот этого самого Шульца я получил себе совершенно неожиданно в менторы. Случилось же это ранней весной 1884 года, когда мне было около 14 лет. Это тогда со мной приключился в классе один из первых моих любовных кризисов. Девочка, в которую я был тогда влюблен, и которая сначала как будто отвечала моим чувствам, затем переменила свое отношение ко мне и всячески стала выказывать полное ко мне равнодушие. Все это было нечто очень детское и довольно-таки нелепое, но переживал я свое несчастье с настоящими страданиями. К тому же я как раз тогда зачитывался романами Дюма и, кроме того, только что совершенно сошел с ума от прочтения призраков Тургенева. Мои любовные терзания сопровождались подобием галлюцинаций. Я пробовал вызывать духов, которые должны были явиться ко мне на помощь, и, разумеется, некоторая доля подлинности во всем этом тонула в целом море самовнушения и самообмана. Дело дошло до того, что несколько раз у меня при мысли об измене той, к которой тянулось все мое существо, делались припадки отчаяния. Ни с того ни с сего я заливался слезами, и мне казалось, что вот-вот я умру от горя. Один из таких приступов и случился как раз на уроке Шульца. Вызванный отвечать урок, я вдруг разрыдался и повалился на пол, как бы в беспамятстве. Немец переполошился ужасно. При помощи других мальчиков он постарался меня привести в чувство. До настоящего обморока было далеко. Затем вызвался сам отвезти меня домой. Дома меня уложили в постель и обложили компрессами, отчего я размяк еще более, и окончательно поверил, что болен любовью безнадежно и что мой конец близок. В естественной тревоге мамочка обратилась к Шульцу за советом, а он сразу ухватился за представившуюся оказию и уверил ее, что вся беда в том, что я не имею достаточно мациона, что я не делаю гимнастики и что я совсем не гуляю. Тут же Шульц предложил свои услуги, чтобы именно посредством мациона вывести меня из моего состояния, а мама с радостью за это предложение ухватилась. Настоящую же причину моих наполовину воображаемых страданий я при этом тщательно скрывал. Но не так-то легко было преодолеть мою ненависть ко всяким бессмысленным, бесцельным упражнениям. Из гимнастики сразу ничего не вышло. Я чувствовал к ней определенное отвращение. Весь же проектировавшийся мацион свелся к прогулкам. Три раза в неделю Шульц за приличные вознаграждения являлся к нам, и я с ним отправлялся гулять пешком по улицам. Сначала мне это даже нравилось, ибо я показывал Шульцу достопримечательности Петербурга. Благодаря папе я уже начинал их знать и любить. А к тому же у меня вообще сильно сказывался уже тогда какой-то инстинкт пропаганды. Однако, не встречая в Шульце настоящего отзвука, я вскоре охладел к этому бесплодному путеводительству. Иногда я заставлял Шульца войти в какую-либо церковь или в музей, но он уже через две минуты обнаруживал непреодолимую скуку. К тому же его честную немецкую натуру, видимо, начинали мучить угрызения совести. Ведь ему платили деньги за то, чтобы я с ним маршировал, дыша свежим воздухом, а не для того, чтобы топтаться в закрытых помещениях. А тут случился еще и такой глупейший казус. Я его завел в открывшееся где-то на Невском проспекте «Паноптикум», в котором целое отделение было посвящено ужасающим по натуральности пластическим картинам разных венерических болезней. Шульц по своему тупоумию не сразу разобрал, в чем дело, и я успел осмотреть половину этих ужасающих экспонатов, когда он спохватился и в ужасе бежал из столь пагубного места. Зато какое удовольствие я испытал, рассказывая об этом случае дома, при всех за обедом. Мамочка сочла нужным объясниться с моим ментором. Он же с дуру впал в амбицию. Прогулки после этого прекратились. А к тому же казалось, что они уже успели принести всю ожидавшуюся от них пользу. Никто из взрослых не догадывался, что перемена в моем настроении и прекращение моих кризисов произошли вследствие того, что между мной и предметом моего обожания снова выдворились полные лады согласия, и что из несчастнейшего человека я снова превратился в счастливейшего. Наиболее живописной фигурой из всего учительского персонала в гимназии был, несомненно, отец Палисадов, с которым читатель уже познакомился в моем рассказе о том воздействии, которое проповедь этого батюшки имела на нашу домашнюю театралку Ольгу Ивановну. Теперь же надо сказать два слова о Палисадове как об учителе закона Божьего. Правда, в качестве католика я не состоял среди его учеников, и я мог бы даже вовсе и не присутствовать на его уроках. Но эти уроки были до того занимательны, что первые два года я, вместо того, чтобы проводить эти часы вне класса в рекреационном зале, предпочитал оставаться в классе на своем месте. Занимательность и даже забавность уроков отца Палисадова заключалась в том, что он вел их сплошь в юмористическом тоне. Из того савонаролы, каким он являлся в церковных проповедях, он превращался в шутника, в подобие капуцина из лагеря Валенштейна. Одна из его забав заключалась в том, что не знавший своего урока ученик, мог всегда вымолить себе пощаду, заключавшуюся в том, что вместо единицы ставилась в журнале «тройка» посредством подчинения себя своего рода епитемьи. Заключалась же епитемья или в простаивании на коленях у кафедры в течение пяти минут, или в том, что мальчик подставлял свою голову священнослужителю, а тот, схватив ее за волосы, ударял ею довольно сильно по кафедре, приговаривая «вот тебе, вот тебе за то, что у Адама был сын Ной», или «за то, что Авраам спасся из Содома». При этих экзекуциях, не очень жестоких, за каждым уроком их было пять или шесть, весь класс Нистова хохотал, смеялся, делая гримасы и наказуемый. Несколько предусудительнее была склонность отца Палисадова к скабрезностям, иногда даже довольно рискованным. Он любил задавать вопросы вроде «Мог ли у Адама быть пуп?» или же, складывая свою бородатую физиономию в сатирическую улыбку, делал прозрачные намеки на то, в чем выразилось первое грехопадение, или на то, что произошло между Авраамом и Сарой после посещения трех ангелов, и тому подобное. Едва ли эти отступления от приличествующего этим уроком тона можно было счесть за нечто образцово-педагогическое или хотя бы за свидетельство хорошего вкуса, но зато популярность отца Палисадова в гимназии именно они и закрепляли. Теперь несколько слов о моих гимназических товарищах. Но тут я буду краток. О том мальчике, которого я в течение двух лет мог считать своим другом, о Володе Потапове я уже говорил, а кроме него друзей я себе среди гимназистов так и не приобрел. Одно время намечалась была дружба с двумя княжевичами. Они были милейшими и очень благовоспитанными мальчиками. Несмотря на то, что они были близнецами, они представляли собой поразительный контраст. Единственное сходство между ними была худоба и легкая склонность к заиканию. Но старший Володя был определенный блондин с удивленным или рассеянным выражением на некрасивом, но очень симпатичном лице. Младший же, Коля, был смугл, как арабчонок, и в ласковых и лукавых его черных глазах прыгали чертики. Наша дружба завязалась на том, что часть пути из гимназии мы иногда проделывали вместе. Княжевичи жили в собственном доме на пересекавшей нашу Никольскую офицерской улице. Еще более на том, что у нас были какие-то общие духовные интересы. Поощрительно к этой дружбе относились и наши родители. Тем не менее, я только один раз побывал у них, а они ни разу у нас. А через два года после их поступления в гимназию оба брата были переведены в лицей, куда и я сам за ними стал проситься. Изредка, впоследствии, я еще встречался то с Володей, то с Колей. Но уже мы обращались на «вы», и наши жизненные дороги совершенно разошлись. Володя посетил нас в 1915 году, когда я с семьей жил в Судаке. В это время он был все такой же симпатичный, но уже и очень почтенный предводитель дворянства. Колю же я встречал изредка на светских собраниях. Эффектная форма рейб-гусара очень шла ему, но на его лице, в общем, малоизменившемся, я уже не видел прежней веселости. Николай Княжевич был адъютантом Николая II. Доживал свой век Княжевич недалеко от Парижа в русском доме Сен-Дженевьев-де-Буа, где он коротал свои досуги, исполняя роль садовника на кладбище. Имеется в виду дом презрения при колонии русских эмигрантов, существовавший с 1927 года на юго-западной окраине Парижа. Здесь образовалось обширное русское кладбище, где похоронены многие деятели русской культуры Бунин, Коровин, Серебрякова и другие многочисленные представители русской эмиграции. Недавно, писано в 1950 году, я узнал, что Коля Княжевич скончался, оставив по себе память прямо святого человека. Меня в это время не было в Париже, и я не мог проводить своего товарища детства до могилы. Почти тоже приходится сказать о моей дружбе с двумя литки, Саней и Костей. И это были очень приятные, милые, благовоспитанные мальчики. Мне несколько импонировало, что они графы. Но они не кичились своим титулом и были необычайно ласковыми и простыми ребятами. С Саней я потом встречался часто, когда он уже был студентом, а я готовился стать таковым. Но затем мы почти совершенно потеряли друг друга из виду. И это несмотря на то, что литки состояли в каком-то родстве с философом. И Саня иногда появлялся на галерной в дни семейных торжеств. То, что, кроме того, он был в родстве и с Чайковским, казалось, должно было бы способствовать моему сближению с человеком, которому ничего не стоило меня свести с обожаемым композитором. Однако, как будет сказано дальше, я никогда не стремился лично знакомиться со своими кумирами. Теперь же не один десяток лет, как граф Александр Николаевич покоится в земле, скончавшись сравнительно в молодых годах. Музыка могла бы подружить меня с еще одним товарищем, с Жоржем Бруни. И это тем более, что между семьями Бенуа и Бруни существовали стародавние, очень близкие отношения, носившие даже оттенок чего-то родственного. Родная тетка Жоржа, Тереза Федоровна Бентковская, та самая Терезина, которой посылал мой отец свои чудесно иллюстрированные письма, была одной из немногих дам, с которыми мама сохраняла еще в детстве завязавшуюся дружбу. Отец же Жоржа, сын знаменитого живописца Федора Антоновича Бруни, Жюль, с полным основанием славился на весь Петербург как гениальный импровизатор. Он являлся в некоторой степени соперником моего брата Альбера, и этот дар мой сверстник унаследовал от отца. Все же из моей дружбы с Жоржем ничего не вышло. Этот высокий, стройный и очень красивый мальчик с типично итальянской наружностью слишком отставал от меня в умственном развитии. Бедный Жорж, благодаря своей простоте, служил даже посмешищем в нашем классе, мишенью разных злых шуток со стороны озорняков товарищей. Говорят, родители в раннем детстве опасались, что Жорж просто вырастет кретином. Но своевременно были приняты какие-то чрезвычайные педагогические меры, и постепенно удалось научить его говорить и читать не только на русском, но и на других языках. По-французски он даже любил изъясняться, причем неизменно принимал при этом слегка фанфаронский вид. Когда ему минуло 10 лет, родители решились поместить его в гимназию. Но следы какого-то странного умственного дефекта оставались у Жоржа. Учился он отчаянно плохо, а когда его вызывали отвечать урок, то весь класс хохотал. До того уже комично он выкладывал свою неспособность что-либо усвоить и хотя бы вызубрить. Для меня было очевидно, что бедняжке хотелось со мной сблизиться. Но как мог я дружить с мальчиком, который был так далек от всего, что меня занимало и интересовало? Что же касается до его музыки, то тут, пожалуй, те восхваления, которые уделяли импровизации Жоржа и его кузены, все трое бентковских, старший Альфред Карлович был сам удивительным музыкальным человеком и даровитым импровизатором, то это скорее ущемляло мое самолюбие и вызывало во мне чувство зависти, столь знакомое в детские годы. Несомненно, что импровизации Жоржа служили известным отводом для страданий родительского самолюбия и компенсацией за то, что, во всем прочем, трудно было им гордиться. Впоследствии из Жоржа вышел вполне нормальный человек. После того, как отец его, знаменитый Жюль Бруни, спустил не только все наследство, полученное от отца, но и большое приданное своей жены, урожденной Тель, Жорж женился и не без достоинства стал играть роль уважаемого отца семейства. Виделись мы, однако, редко и больше на улице. Его музыкальные способности нашли себе применение в том, что он по воскресеньям играл на органе в швейцарской церкви на Большой Конюшенной. Об остальном классе у меня осталось смутное и далеко не отрадное впечатление. Уже с самого начала я чувствовал к массе этих шалунов и дуралеев известное презрение, но оно только еще усилилось и достигло настоящего страдания, когда с осени 1881 года в наш первый класс были определены человек 12 настоящих, мы бы теперь сказали, хулиганов. Это были ученики какого-то Ивановского училища, воспитывавшиеся полными пансионерами на казенный счет. Почему их перевели в гимназию ЧЛО и с какой стати наш класс подвергся их поистине тлетворному влиянию, это осталось загадкой. Но что это были действительно разбойники и будущие преступники, стало ясно с первых же дней прибытия к нам дикой и во всех смыслах развращенной оравы. К тому же это были грязные в самом прямом смысле мальчики, от которых шел неприятный запах. Со мной рядом посадили по другую сторону от Потапова коренастого, удивительно уродливого хохла Дзубенко, который чуть ли не с первого дня принялся за пополнение моего просвещения в очень специальном смысле. От него я узнал целый словарь площадных выражений. На русском языке они отличаются исключительной звучностью. Недаром Достоевский посвятил несколько страниц своего дневника писателя главному среди них. От него же я узнал все то, что для меня до тех пор было тайной. Другие мальчики производили тут же на глазах разные игры, курили, пряча при входе учителя в класс зажженную папиросу в рукав, пили из горлышка водку, которую держали в парте за книгами или в печке, с ожесточением дрались и с удовольствием умыкали в свою пользу все, что плохо лежало. Постепенно они терроризировали весь класс и особенно доставалось от них одному крошечному, но необычайно усердному и способному еврею Гурвичу, бывшему у нас первым учеником, но державшемуся на большой дистанции от товарищей. Любимым мучительством в Атаге диких башебузуков было крещение жида, для чего устраивалась целая церемония с пением богохульных гимнов. Кончилось это тем, что однажды Гурвичу вымазали все лицо чернильными крестиками, но смыть эту татуировку сразу не удалось. В таком виде несчастный предстал перед учителем, а тот повел его показать директору. Башебузуки были наказаны, и зачинщики даже снова переведены куда-то. Но брошенные ими семена взошли на благодарной почве, и это с тем большей легкостью, что все же часть ивановцев осталась. Я покинул гимназию весной 1885 года. Главной причиной тому было, как я уже говорил, преследование, которому я подвергался со стороны гнусного метачика и получившаяся вследствие того моя полная деморализация. Деморализация привела к тому, что я совершенно запустил не только древние языки, но и все другие предметы, вследствие чего меня оставили за неуспехи на второй год без экзаменов. Это было слишком постыдно, и мне без труда удалось убедить маму, чтобы меня взяли из казенной гимназии и перевели без потери года в какое-либо частное училище. Я мечтал о лицее, приненный тем, что это было нечто аристократическое и шикарное. По окончании лицея я уже видел себя на дипломатическом поприще. Но папа решительно воспротивился этой глупой фоноберии. Он неохотно согласился и на перемену школы, и после наведения разных справок выбор пал на немецкую гимназию Майя, правда, находившуюся от нашего дома на расстоянии двух с половиной километров по ту сторону Нивы, но зато рекомендованную разными знакомыми и в особенности Милом Обером, как образцово поставленное заведение. Туда, благополучно сдав осенью того же 1885 года вступительные экзамены, я и был определен. Глава 12. Заграница Не знаю, как сейчас в России относятся к загранице, но в моем детстве, в Петербурге и в нашем кругу, заграница представлялась чем-то в высшей степени заманчивым, каким-то земным раем. А заграницей мечтали старый млад, и едва ли младшие поколения не более сильно, нежели старшие. Ездили за границу все, и даже люди с очень скромными достатками, и даже те, кто из патриотизма готовы были все чужеземное хаять. Весьма многие ездили за границу лечиться, но часто и это бывал только предлог, чтобы перевалить за границу и очутиться в одном из таких заведомо приятных мест, как Карлсбад, Маринбад, Эмс, Баден-Баден или Визбаден, в которых столько чудесных прогулок, и в которых собиралось такое избранное общество. Мечтал о загранице и я, когда еще был крошечным карапузом и имел самые смутные представления о географии. Одной из забав моего отца, когда мне было 3-4 года, было подымать меня высоко над своей головой и спрашивать, ну что, видишь Москву? Я делал усилия, вглядываясь пристально, и хоть бы это происходило где-либо в Петергофе, в конце концов, мне действительно казалось, что я различаю вдалеке какой-то чудесный город. Из-за границы шли все самые прелестные вещи. Рельефные картинки, присылавшиеся из Гамбурга с семьей дяди Саши. Фантоши, которые бабушка привозила из Венеции. Чудесные швейцарские стереоскопические виды в коллекции дяди Кости и так далее. Из Мюнхена шли забавные картинки Мюнхенер Бильдербоген. Из Парижа всевозможные смехотворные, а иной раз и таинственные вещицы. В своем месте я забыл упомянуть о той волшебной книжке, которой я особенно любил изумлять своих товарищей. Она была так устроена, что если ее листать в одном направлении, то все страницы оказывались пустыми. В обратном направлении каждая страница была украшена красиво раскрашенной картинкой. В доме у нас все свободно говорили по-французски и по-немецки, а многие друзья дома были иностранного происхождения, и как раз они казались мне более воспитанными и изящными, нежели русские знакомые. Наконец, папа увлекательно рассказывал о своем пребывании в Риме, в Орвието, в Венеции и в Англии, и хотя это все происходило за тридцать лет до моего рождения, однако рассказы его отличались такой живостью, они были так прекрасно дополняемы его акварелями, что все это представлялось мне близким и современным. Я не сомневался, что когда я наконец поеду за границу, то увижу все таким же, каким видал папа. В Риме ожидал встретить среди непролазных развалин стада буйволов, и я был уверен, что все итальянцы до сих пор одеты так, как они одевались в годы римского пенсионерства папы, иначе говоря, как одеты были те пиферари, волынщики, которые по стародавнему обычаю все еще ходили по петербургским дворам и плясали под заунывные звуки волынки. Помнится, наконец, мне и те мечты, которые вызывал во мне издали из Петергофа видимый Кронштадт, с цепью его прямо по воде разбросанных фортов. В ясные летние вечера все это отчетливо вырисовывалось на фоне заката. Сидя на мраморной площадке Монплезира, глядя вдаль, где между фортами лежала дорога за границу, туда, куда заходило солнце, я испытывал томительное сладкое чувство, рот ностальгии. В зрительную трубу в кабинете Петра Первого в Монплезире стояла огромная такая труба, и придворный лакей, хорошо всех нас знавший, охотно позволял ею пользоваться, эти форты казались уже совсем близкими. Чудно было видеть, как какой-либо большой трехмачтовый корабль, пройдя между ними, удалялся дальше, дальше и, наконец, погружался за линию горизонта. Этот корабль плыл за границу, в Гамбург, в Лондон, а то еще дальше, в Америку, в страну милых краснокожих и смешных янки. И, ах, как мне хотелось оказаться на таком корабле, хотя бы юнгой, только бы уехать, повидать, что творится там, где по общему свидетельству так хорошо. Я думаю, в тогдашней Западной Европе едва ли можно было бы найти культ иностранщины столь интенсивный, как тот, что царил в России и особливо в Петербурге, в этом окне в Европу. Город Санкт-Петербург по-прежнему служил перстом его основателя. Указующим на то, что должно служить россиянам образцом всяческого подражания. Все Петровское и самый дух Петра, витавший по улицам и площадям Петербурга, еще более Петергофа, вещали, что оттуда, из-за границы, идет спасение. Много было смешного и много было несправедливого в этом поклонении русских чужому. Жизнь тогдашней России обладала в сущности большой и даже ни с чем не сравнимой прелестью. Но к этой прелести так привыкли, что ее больше не замечали. О ней, скорее, можно было слышать восторженные отзывы от заезжих иностранцев, особенно от англичан, но мы этим восторгом не верили и принимали их за вежливые комплименты. С другой стороны, всякие уродливые и дурные стороны российского быта, будь то на улице или дома, лезли в глаза. Люди тонкого вкуса не переставали их обличать, находя в этих обличениях своеобразное упоение. Много таких хулителей всего русского было и у нас в семье. К ним принадлежали и дядя Кости, и бабушка Кавос, и дядя Миша, и сеньор Бианки, и Саша Панчетта. Напротив, убежденной и чуть комичной защитницей была тетя Лиза Раевская, и настоящими ура-патриотами были Зозор Соловский и мой зять Женя Лансере. За что я их немножко и презирал, убежденный в несомненной ошибочности их оценок. Впрочем, до известной степени защитниками, если не всего русского, то весьма многих хороших сторон русской жизни были и мои родители. Но мамочкин патриотизм подвергался осмеянию ее же братьев, а папочкин патриотизм носил явно космополитический характер. Его приятие России входило в общую систему его приятия. Быть за границей казалось мне до того соблазнительным, что как-то не верилось, что когда-нибудь я сам там побываю. И однако уже в 1881 году это чудо свершилось. Зато я и вкусил неожиданно представившееся наслаждение, как только в сказках вкушают какие-либо фантастические чудесные лакомства. Продлилось это пребывание за границей всего 10 дней. Да и эта заграница была не настоящей, так как я оказался не где-либо за пределами государства российского, а в одном из ее же губернских городов. Но этот губернский город был Варшавой, столицей бывшего царства польского. Все население там говорило не по-нашему, одеты были тоже по-иному, а многочисленные церкви не были похожи на наши петербургские православные церкви. Не перечесть всего, что с полной несомненностью свидетельствовало о заграничности Варшавы. Вместо наших чумазых Ваник с их дребезжащими дрожками, тут были наемные коляски, запряженные парой, с кучером одетым по-господски. Вместо ужасных мостовых некоторые главные улицы были залиты асфальтом. Вместо наших грязных бородатых мужиков всюду видел я бритых и опрятно одетых людей. А затем какая прелесть были встречавшиеся на каждом шагу кофейницу Керни, где так весело гудел и свиристел хлесткий польский говор, где подавался такой нектароподобный кофей со сбитыми сливками, и такие соблазнительные булочки и крендельки. Когда через 14 лет я снова посетил Варшаву, то она произвела на меня далеко не столь приятное впечатление. Я как раз попал в нее, возвращаясь в Петербург из Вены. Сравнение резиденции Франца Иосифа с Варшавой 1894 года оказалось отнюдь не в пользу последней. Мало того, я увидал ее тогда в зимнюю распутицу. В те же июньские дни 1881 года стояла чудесная погода. Одуряющие пахли каштаны и цветы в Саксонском саду, гулявшие пешком или разъезжавшие в нарядных экипажах поляки были действительно не по-нашему элегантны, и даже молоденькие евреи в пейсах с тросточками в руках и в длинных лапсердаках были полны сознания своего щегольства. Надо еще прибавить, что мне все тогда показалось каким-то праздничным, потому что мы очтились в совершенно необычайной обстановке. В Варшаву родители поехали с целью навестить своего сына, моего брата Николая, корнета лейб-гвардии его величества уландского полка, а потому мы почти не расставались с целой ватагой молодых офицеров, эффектно носивших свою красивую форму, неиспорченную нововведениями только что вступившего на престол императора и горцевавших на своих прекрасных гнедых лошадях. Многие из офицеров при этом были титулованными. И так, как все ближайшие друзья Николая в шутку со мной мальчишкой выпили при первой же встрече брудершафт, то мне особенно лесным казалось, что я на ты и с графом Ф, и с князем Г, и с бароном Д. Вероятно, совсем иначе на русских офицеров смотрели поляки. Для них они являлись ненавистными чужеземцами, чуть ли не притеснителями. Но для моего детского глаза это не было заметно, тем более, что и среди друзей нашего необычайно общительного Николая было немало и поляков, и тоже титулованных. Все они вместе смешивались для меня в одну компанию веселых, приветливых, необычайно ласково ко мне относившихся людей, и к тому же людей заграничных. И еще прелестно было то, что стоял уландский полк в Лазенках, в этой очаровательной загородной резиденции польских королей. Сильнейшее впечатление произвела на меня тогда в Лазенках беломраморная группа на мосту, изображавшая Яна Собесского на коне попирающего турка. В совершенный же восторг я пришел в Лазенках от античного театра, несменяемая каменная декорация которого под открытым небом представляла руины, а места для зрителей возвышались амфитеатром на супротив через узкий пролив. Самые казармы уланов были невзрачны, низенькие, однообразные, симметрично расположенные каменные домики без всяких украшений, но и в этих казармах, с моей тогдашней точки зрения, шла особенная и при том сплошь праздничная жизнь. То один, то другой из офицеров нас чествовали обедом или завтраком, причем рекой лилось шампанское, тот божественный напиток, который у нас дома так скупо наливался в узкие бокалы только на свадьбах и крестинах. Снаружи в садиках под окнами офицерских квартир во время этих перов распевали солдаты песенники или гремел полковой оркестр. А как шикарно было приезжать в Лазенке в открытом наемном от гостиницы Ландо и из него раскланиваться с попадавшимися навстречу по уездовской аллеи всадниками, которые подъезжали к нашему экипажу и сопровождали его. Всего десять дней провели мы тогда с родителями в Варшаве, остановившись в европейской гостинице, окна которой выходили на площадь перед Саксонским дворцом. Но эти десять дней моей первой заграницы врезались в память так точно я пробыл в Варшаве несколько лет. Уже одно то, что мы жили в гостинице, это была моя первая гостиница, что нас встречал и провожал эффектный швейцар, что столько сновало всюду лакеев во фраках и горничных с наколками на голове, что комнаты наши были убраны по тогдашнему обычаю коврами и тяжелыми драпировками на окнах и дверях, уже это все складывалось в самое ощущение заграницы. Моя первая заграница оказалась богатой и чисто художественными впечатлениями. Мои довольно еще беспомощные зарисовки в альбоме, подаренном папой, запечатлели то, что особенно меня тогда поразило. Разумеется, эти впечатления были довольно сумбурными, бессвязными и отнюдь не свидетельствовали о каком-то верном вкусе. Так, едва ли не самые сильные впечатления на меня произвел огромный, несуразный черный обелиск, который стоял на площади прямо перед нашими окнами и загораживал вид на открытую колоннаду, соединяющую оба флигеля саксонского дворца. Этот обелиск был сооружен Николаем I в назидание полякам после бунта 1830 года и был снабжен золотой надписью «Полякам, оставшимся верными своему государю». Папа, вообще пиететно относившийся к Николаю Палчу, не одобрял постановку такого монумента прямо на носу поляков и на главной площади польской столицы, но мне этот олиповатый, несуразно огромный монумент необычайно нравился. Еще большей бестактностью было сооружение в позднейшие времена огромного православного собора в византийском вкусе на том самом месте, где прежде стоял обелиск, перенесенный в сквер у одной из боковых улиц. «Я ненавидел этот собор, хотя он и был построен моим братом Леонтием, ненавидел, как все, что отзывалось фальшью нарочитого патриотизма. Для поляков же этот собор, кроме того, был свидетельством их порабощения, и ненависть к нему выразилась в том, что собор, несмотря на свои колоссальные размеры, был сразу около 1920 года снесен, как только царство польское возобновило свое самостоятельное существование. В нем было что-то кошмарное, и это меня больше всего и пленило. Вообразите, тупо конечный тяжелый обелиск на ступенчатом подножье со львами по бокам, и все это сплошь покрашенное в черный цвет. Вообще меня особенно поразили тогда памятники и то, что их было так много в Варшаве. Импонировал памятник сооруженный князю Паскевичу, усмирителю все тех же бунтовавших поляков, и такой уютный и вдохновенный коперник, который сидел перед зданием гимназии, тогда еще неперестроенной в русском стиле. Но больше всего, даже больше черного обелиска меня очаровала колонна Сигизмунда. То, что она такая тонкая, что она увенчана тяжелой и вычурной капителью, что на ней стоит с крестом в руках коронованный рыцарь, и что к подножию колонны неожиданно прильнули четыре сирены, сирена герб Варшавы. Эту колонну я потом без конца рисовал на память, и она мне казалась куда интереснее, нежели наша хваленая и все же такая скучная, передаю тогдашнее мое мнение, Александровская колонна. Да и вся площадь, посреди которой стоял Сигизмундов памятник, была в 1881 году еще необычайно живописна и по-заграничному занимательна. Ее высокие, узкие, иной раз в одно окно, дома с их треугольными завершениями были совсем такими, какими изображались дома на площадях знаменитых средневековых городов. Тут же неподалеку стоял готический кафедральный собор. Я тогда не понимал, что эта церковь изуродована плохой реставрацией, изуродована до того, что ее подлинная готика стала походить на псевдо-готику тридцатых годов. Для меня достаточно было того, что это настоящий старинный собор. Такой же собор, как те, в которых венчались и погребались любимые мной рыцари, паладины и короли. Внутри в стены его были вделаны изваяния, изображавшие закованных в броню рыцарей, а над могилами кардиналов настоящих кардиналов свешивались со стрельчатых сводов красные шляпы, снабженные переплетенными кистями и шнурами. Это ли было не загранично? Одно это разве не говорило, что находишься не у окна в Европу, а уже в ней самой? И все же Варшава в 1881 году была лишь известным преддверием к ней, тогда, как уже в следующем году я был осчастливлен превыше всякой меры, побывав в самых подлинных и несомненных заграничных столицах. Мои родители вообще были домоседами и не любили больших передвижений, но тут их соблазнило приглашение дяди Кости принять участие в небольшой поездке по северу Европы и в течение трех недель мы побывали в Стокгольме, Копенгагене, Гамбурге и в Берлине. Ехали мы довольно большой компанией в обществе дяди Кости, его дочери Оли, ее тетке Компионе и моего брата Коли. Таким образом, вместе со мной нас было семь человек, что давало возможность в гостиницах снимать целый ряд смежных комнат, а это придавало всему путешествию, начавшемуся первого июля, прямо по окончании традиционного пира в честь папиного дня рождения, характер какого-то семейного пикника. Впрочем, родители не всегда были довольны этим пикниковым характером нашей поездки. Много того времени, которое они и я с ними предпочли бы уделять более подробному обозреванию незнакомых мест, уходило на всякие файфоклоки, вечерние чаи, на поездки в загородные рестораны и вообще на тот вздор, который считается приятным препровождением времени. И этого было столько, что то, что удалось увидать действительно интересного, я с папой обозревали как-то урывками, контрабандой, во время утренних прогулок сразу после кофе. Зато эти наши прогулки носили особенно чарующий слегка конспиративный характер. Мама была в заговоре с нами, и благодаря этому нам каждый раз удавалось улизнуть, и мы оказывались вне досягаемости, когда остальная компания только-только начинала вставать. На сей раз заграница началась почти тотчас же по выезде из Петербурга. Ведь приходилось уже в Белоострове выходить из вагонов, предъявлять паспорта и тащить багаж на таможенный осмотр. А когда утром на следующий день я проснулся и подошел к окну, то поезд мчался по совершенно чуждому пейзажу среди розовых и довольно высоких гранитных скал. В Гельсингфорсе я изумился собору несколько похожему на петербургского Исаакия и все же отличавшемуся от него тем, что эта церковь стоит не на плоском петербургском болоте, а высоко над городом, и к нему надо подыматься по колоссальным лестницам. В каком-то загородном ресторане, в котором мы обедали, меня опять-таки привели в восторг обступившие его скалы, розовые, круглые, покрытые тонкими соснами. Настоящее же путешествие началось с момента, когда мы вошли на палубу и расположились по каютам парохода фон Деббельн, совершавшего постоянные рейсы по шхерам между Гельсингфорксом и Стокгольмом. Вот где мне вспомнились романы Фенемора Купера и Жюля Верна. Да чего же мне показался прекрасным строгий и все же любезный совершенно заграничный капитан, величественно председательствовавший во время обедов за общим столом и так изящно беседовавший по-немецки с соседними дамами. В первый же вечер я объелся привкусными закусками, которыми был уставлен стол. Расположились мы за ним, как только пароход отделился от набережной и Гельсингфорс с его квази-Исаакием и со строконечным силуэтом русской церкви в порту медленно поплыли от нас, а фон Деббельн, разбивая волны, устремился вдогонку за спускавшимся к горизонту солнцем. Хоть я запомнил почти каждый час этого путешествия, однако я не стану здесь передавать всех своих впечатлений. Ограничусь главнейшим, причем главнейшим окажется не то, что было значительным по общепринятой оценке, а то, на что я особенно реагировал. Если бы мне тогда поручили составить путеводитель подобного путешествия, то, несомненно, он представил бы довольно сумбурный набор пестрах и разнокалиберных вещей. Но все же я должен отдать себе справедливость, что мало из действительно достойного ускользнуло от моего внимания, а то, что схватывало тогдашнее еще совершенно свежее восприимчивость, запечатлелось с такой отчетливостью, что я и до сих пор без всякого насилия способен вызвать в памяти яркие видения всей поездки и каждого отдельного момента. Мало того, в отношении Стокгольма, в котором я снова побывал в 1914 году, и даже в отношении Берлина, в котором я потом бывал столько раз, я должен признаться, что над этими позднейшими впечатлениями продолжали господствовать впечатления мальчика 12 лет. На пути в Стокгольм после первой ночи, проведенной в каюте, я весь день простоял на палубе, не уставая любоваться сменой тех пейзажей, которые плыли мимо нас и состояли из трех элементов — из воды, из скал и из сосен. То розовые скалы и островки расступались, и мы оказывались как бы среди широкого озера, то снова они сдвигались и временами так близко подходили к пароходу, что ветви деревьев почти касались его. Большинство этих островков были пустынными и дикими, но иногда на них виднелась серенькая избушка рыбака, и совершенно вблизи можно было разглядеть его хозяйство, а дети бежали за пароходом и обменивались какими-то возгласами с нашими матросами. очень эффектно в четыре часа пополудня выглянул вдали старинный замок, предвещавший город Або. Это был подлинный средневековый замок, и хотя бывшая резиденция рыцарей служила теперь тюрьмой, однако я все же впился в нее глазами и тут же набросал ее в альбом. В самом Або, где наш пароход простоял часа четыре, папа успел свести меня в древний собор. Меня поразили расписные стекла девятнадцатого века, представляющие какие-то события из шведской истории, отказ королевы Христины от престола и грандиозное, как мне тогда показалось, старинное надгробие. Выезжая из залива в глубине которого расположена Або, я снова увидал поразивший меня замок, но уже в лучах заходящего солнца. Впечатление от Гельсингфорса и Або, от всей их заграничности, померкло, когда пароход поравнялся с нарядными, чистыми, точно граненными набережными столицы Швеции, и когда предстал во всей своей величественности строгий королевский дворец с его террасой, садом, усаженный пирамидальными тополями. От первой же прогулки, совершенной после того, что мы расположились в прекрасном большом отеле у музея, и позавтракали, как вкусно, как совершенно по-особенному, я совершенно обезумел. Сколько тут было садов, сколько цветов в этих садах, и все это мне казалось таким чистым, шикарным, необычайно изящными казались мне гуляющие в садах, и какую особенную нарядность придавала всему сверкающая сбруя экипажей и белизна бесчисленных спущенных над окнами маркиз. Да и тогдашняя моя страсть к памятникам нашла себе здесь особенное удовлетворение. Вот благородный Густав Адольф верхом на велича выступающем к коне. Он стоял у моста между двумя одинаковыми необычайно красивыми зданиями. Выдержанная красота этой площади у моста впоследствии была нарушена тем, что одно из двух одинаковых зданий, а именно оперный театр, было перестроено и на месте прежнего здания, такого изящного в своей простоте, выросла одна из тех громадин, которыми в 80-х и 90-х годах все столицы сочли своим долгом обзавестись в качестве главных оперных театров. Вот уродливый Карл XII, тяжело вступающий в своих сапожищах и протягивающий руку туда на восток, как бы завещая потомкам долг мщения за претерпенную под Полтавой обиду. Вот облаченный в Порфиру Густав III, с трагической кончиной которого я уже был знаком полибретто Скриба в опере Балмаскарад. До всех и не перечислить. Максимум наслаждений мне доставили два посещения Ридергольмской церкви и Королевского дворца. Первую, готическую, с черным чугунным шпилем на кирпичной башне, живописно обступают капеллы, служащие королевскими усыпальницами. Внутри же так жутко горели в глубоких сводчатых погребах десятки свечей, окружавшие непреданные земле гробы с положенными на крышке коронами. Во дворце я пропустил без особенного внимания довольно-таки однообразные и безличные парадные комнаты, зато был польщен, что нас впустили в спальню царствующего короля, в которой не только кровать еще не была сделана, но даже еще стоял перед ней ночной сосуд, что доказывало, что его величество Оскар Второй всего за несколько минут до того покинул свою опочивальню. Совсем в ином роде было впечатление, полученное от тронного зала. В спальне меня удивило столь мало отвечавшее моему представлению о монархе простота, в тронном зале я снова почувствовал королевское величие. Две исполинские белые мраморные статуи Густава Адольфа и Густава Вазы стоят здесь по обеим сторонам трона, и тогдашнее впечатление от этих двух колоссов было до такой степени сильно, что я видел их затем не раз во сне. Подробное изучение Стокгольма под руководством папы происходило на следующий же день. Но уже третий день ушел на те обязательные для взрослых развлечения, которые мне доставляли одну только досаду и скуку. К полудню взобрались мы в ресторан на верхушку Мозы Баке, откуда расстилается широкий панорамный вид. Весь же остальной день ушел на несносное мытарство. Чай мы пили в каком-то садовом ресторане, где к довершению бед присоединилось к нам несколько петербургских знакомых. Обедали же мы за городом и уже в сумерки, так что мне не позволили пуститься на исследование местности, а заставили томиться за нескончаемым табльдотом. Если уже Стокгольм мог меня так пленить, то что сказать про Копенгаген, про город несравненно более живописный и курьезный. Особенно таким он был, когда Копенгаген еще сохранял целиком свою старосветскую уютную прелесть, самую атмосферу андерсоновских сказок. Каждый дом на узких кривых улицах и на рыночных площадях казался мне каким-то родственником того старого дома, о котором так поэтично рассказывает мой любимый писатель. А засмутно поблескивающими их окнами чудились комнаты, где на камине стоят фарфоровые пастушка и трубочист, а стойкий оловянный солдатик вздыхает по балерине. К тому же Копенгаген был мне вообще уже несколько знаком. В папиной библиотеке хранились два толстенных фолианта архитектурного у вража датский витрувий. Там я видел и эту площадь, среди которой на выкрутасистом бронзовом коне какой-то король топчет побежденного врага. И этот совершенно необычайный шпиль биржи, сплетенный из хвостов трех драконов. И башню какой-то церкви, кончавшуюся спиралью вьющейся наружной лестницы. И эту массивную круглую башню, на верхнюю площадку которой можно было подняться хотя бы верхом по круговому пандусу. Теперь я все это видел наяву. Кроме того, подъезжая на пароходе, я заметил замечательный портовый маяк, увенчанный короной. Вроде того, как был увенчан наш Аронинбаумский дворец. Особенно мне понравился дворец Амалиенборг, на круглом проездном дворе которого стоит еще один медный королевский всадник. Видел я и другие дворцы и замки. И наконец, мы с папой посетили то своеобразное здание, в котором умеющие ценить своих великих людей датчане сгруппировали в оригиналах и слепках творения Торвальдсона. Странность этого выстроенного в каком-то архаическом стиле музея подчеркивается тем, что наружные стены его украшены фресками с фигурами на темном фоне. И эти фигуры изображают не богов и не героев, а господ в сюртуках и в цилиндрах, представляющих сцены и жизни Торвальдсона. Перед красотой же изваяний датского Фидия я пришел в совершенный восторг. А особенно меня порадовал уже знакомый по Варшаве Коперник, которого я теперь видел не издали на высоком пьедестале, как там, а в непосредственной близости. Кое-что я запомнил и об остальных коллекциях музея, особенно те простые сценки из жизни, на которые обратил мое внимание папа и среди которых была картина, изображающая сборище веселых художников в каком-то итальянском кабачке. Некоторых из них папа знавал в Риме лично и мог их мне назвать поименно. Это та картина, на которой художник, между прочим, решился изобразить в курьезном ракурсе тень на полу от протянутой руки одного из спирующих. К сожалению, в Копенгагене последний вечер ушел опять на нечто такое, от чего я бы охотно отказался. Как могла нехудожественная часть компании отказаться от посещения знаменитого сада Тиволи? Прокатившись после обеда в колясках по ближайшим окрестностям столицы Дании, мы и отправились в это увеселительное заведение, а там прохлаждались какими-то напитками, слушая совсем неинтересные музыкальные номера и поглядывая на каких-то акробатов. Стоял мягкий нежный вечер. Как бы я предпочел посвятить его посещению близлежащих замков, среди которых меня особенно манил Эльсинор, знакомый по Гамлету, печальная история которого мне была хорошо известна. В тот же вечер мы погрузились на пароход и к утру прибыли в Киль. Папа в ожидании гамбургского поезда не пожелал упустить случай осмотреть и этот город. И от прогулки по нем в ранний предутренний час у меня сохранилось очень отчетливое воспоминание. Несомненно, с тех пор Киль, превратившись в грандиозный военный порт, утратил свой прежний характер. Тогда же это был скромный провинциальный городишко с ухабистой мостовой, с островерхими домами, которые только-только начинало золотить восходящее солнце. В Гамбурге нас ждали родственные объятия, проживавшие в своем небольшом особняке вдова дяди Саши, брата папы, тетя Мари и ее четыре дочери буквально затискали меня, зацеловали и сразу же задарили всякими издавна припасенными для этого случая подарками. Самое это погружение в чисто немецкую уютность оставило во мне наилучшие воспоминания. Сердечность приема, незатейливый благодушный юмор, царивший при всех беседах и на семейных обедах, самая старомодность обстановки, украшенной лишь несколькими художественными предметами, доставшимися гамбургским от деда Бенуа, все это обладало необычайной прелестью. Завершением гамбургской идиллии явилась прогулка на пароходе в местечко Бланкинезе. Против этого я не протестовал, тем более, что вужаком экспедиции была пятнадцатилетняя кузина Клара, в которую я вздумал чуть-чуть влюбиться. И тут все носило уютнейший характер. Особенно же весело было за прекрасным и забиловавшим морской снедью обедом, который мы съели в простеньком ресторанчике, стоявшем среди рощи на самой макушке холма, откуда открывался чудесный далекий вид на Эльбу. Впрочем, и от самого Гамбурга с его прудами, с его высокими готическими церквами, с его каналами, в то время еще обставленными древними прямо к воде подходившими деревянными домами. Я был в восторге. С высокими готическими церквами одна из этих церквей, Николас Кирхе, особенно заинтересовала моего отца. Он еще помнил прежнюю церковь, которая погибла в большом пожаре лет сорок назад, а вновь воздвигнутая грандиозная церковь, считалась выдержанной в строжайшем средневековом характере. Побывал я с родителями и в музее, в котором гвоздем коллекции считалась исполинская картина тогдашнего кумира Ганса Маккарта «Торжественный въезд Карла V в Антверпен». Мне она, однако, несмотря на великолепие зрелища и на роскошь костюмов, не понравилась. Я как-то инстинктивно почувствовал, что художник выбрал этот сюжет только потому, что он давал ему случай развернуть особый блеск и, между прочим, представить полдюжины совершенно нагих красавиц, шествовавших по улицам города перед юным императором. Казалось бы, что присутствие столь соблазнительного элемента могло бы особенно заинтересовать мою как раз тогда просыпавшуюся чувственность. В какие только картины, в каких только изображенных на них особ я тогда не влюблялся. Однако вот макартовские голые дамы были мне не по вкусу. Они показались мне неправдоподобными, нежизненными. В последний день пребывания в Гамбурге мы познакомились с нашим свойственником Гансом фон Бартельс, блестящая художественная карьера которого тогда только начиналась. Это был еще совсем молодой человек, довольно красивый, но, как мне показалось, несколько спесивый. Быть может, впрочем, та горделивая манера, с которой он показывал нам свои крупные акварельные этюды, только что привезенные им из Италии, явилась просто следствием смущенности. Во всяком случае, при позднейших моих встречах с Гансом, он мне предстал в совершенно другом свете, самым благодушным, веселым, общительным, малым. Акварели его мне тогда в Гамбурге тоже не слишком импонировали. Я нашел, что они грубоваты, недостаточно разработаны и выписаны. Но моему тщеславию льстила, что этот молодой заграничный художник, о котором критика отзывалась с большой похвалой, мой почти родственник, что мне разрешено его называть Гансом и быть с ним на ты. Много лет спустя между нами установились дружеские отношения, и эту дружбу Ганс распространил даже на Сережу Дягилева, которого, по моей рекомендации, он возил по разным достопримечательностям Мюнхена, с чего в сущности и началась художественная деятельность моего знаменитого друга. В Гамбурге мы посеяли некоторых наших спутников. Дядя Костя со своими дамами отправился на воды в Мариенбад, а брат Коля, отпуск которого кончался, проследовал прямо в Варшаву. Я остался с родителями, и поэтому в Берлине я уже совершенно овладел папой. Приятно было сознавать, что и мама теперь в моем исключительном распоряжении. Берлин мы с папой осмотрели досконально, тем временем как мама делала всевозможные закупки, удивляясь добротности товаров и необычайной их дешевизни. Вскоре две наши комнаты в тогда только что отстроенном отель Де Ром, поразившем меня роскошью мраморов и позолоты, оказались заваленными пакетами и коробками. В то же время возникла тревога, как это все перевести через границу, как бы не заплатить непомерной пошлины, как бы чего не конфисковали. Этой тревогой заразился и я, тем более, что среди этих покупок немало было всяких мне принадлежащих вещей. Был тут, между прочим, и новый микроскоп, и какая-то книжка с движущимися картинами, и складной театр, и даже какая-то кукольная мебель. Но на русской таможне все обошлось благополучно, очевидно, подействовал папин паспорт, его чин, и нашего багажа просто не осматривали вовсе. Немало я наслышался речей, что Берлин где скучный город, что в нем нечего смотреть, что этот город новый, казенный, провинциальный, что это нечто вроде плохого Петербурга. Мне же Берлин вовсе не показался таким, а напротив он меня поразил своим богатством, великолепием, и даже тем, что я теперь назвал бы романтикой. Возможно, что произведенное именно тогда впечатление предрасположило меня к тому, что я и в дальнейшем чувствовал всегда к Берлину некоторую нежность. Почти каждое путешествие за границу в последующие времена непременно начиналось и кончалось Берлином, и таким образом я перебывал в нем по меньшей мере раз двадцать. И вот каждый раз я с особенным удовольствием, иногда и без всякой нужды, в нем останавливался. Причем меня к этому располагали не только чудесные музеи, но и удовольствие побегать по улицам, по тем улицам, с которыми я познакомился, когда мне было двенадцать лет, и которые на моих глазах из года в год стали менять свой облик по мере того, как Берлин терял свой старосветский характер прусской столицы и становился мировым городом. За исключением двух-трех сказок, Гоффман в 1882 году мне еще не был знаком. Да и эти сказки я знал в детском переложении и без того, чтобы слышать что-либо об их авторе. Мое увлечение Гоффманом началось приблизительно только с 1885 года. Но я положительно уже почувствовал Гоффмана на тогдашних улицах Берлина, и особенно в том малоизвестном туристом старом Берлине, что расположен за Курфюрстенбрюкке и что огруппировался вокруг высокой красной готической церкви Святой Марии. Тогда там было еще немало улиц с низенькими домами, с остроконечными фасадами, в два-три окна на улицу, с плохой ухабистой мостовой. Чувствовалось, что еще недавно то был курьезный и скурильный, смешной шутовской, именно в духе Гоффмана город. Особенно это чувствовалось на площади, где возвышались две странно вытянутые купольные церкви, жандармен маркт. Семь лет до января 1822 года Гоффман жил в доме, окна которого выходили на жандармен маркт, жандармский рынок. И последнее его новелло «Угловое окно» — это ряд сцен, которые он наблюдал из своей квартиры в рыночный день, когда на площади кипела пестрая толпа. Ряд старых домов шлосс Фрайунг подходил к самой реке у бокового фасада дворца. Шлосс Фрайунг — старинная улица Берлина, примыкавшая к Королевскому дворцу и соединявшая жандармен маркт с рекой Шпрее. В одном из них помещался рекомендованный нам ресторан, и там, изменив чинному табльдоту в отель де Ром, мы обедали в беседочке у Витой Хмелем, у самой воды. Как это было мило, как уютно, как по-провинциальному простодушно. От посещения в те дни Берлинского музея я запомнил немного. Музея императора Фридриха еще не существовало, да и сам несчастный кайзер Фридрих вступил на престол лишь шесть лет спустя. Главным художественным хранилищем служило еще Шинкелевское здание старого музея, нижний этаж которого был заполнен античными статуями. В новом музее меня поразили гигантские фрески Вильгельма Каульбаха, украшавшие лестницу. Папа попробовал мне объяснить содержание некоторых из этих синтетических картин по всеобщей истории, и меня они очень заинтересовали. Разглядывая их, я получил представление о решительных моментах летописи человечества. Берлином завершился праздник моего первого посещения за границей. Вероятно, родители, утомленные переездами и ночевками в чужой обстановке, были рады вернуться к себе. Но не то чувствовал я, сидя в мчавшемся на восток поезде. Моментами забившись в угол мягких диванов, я тихо плакал, до того горько я ощущал это водворение в повседневную прозу. Даже очутившись в милой домашней обстановке, имея возможность снова заняться своими любимыми занятиями, я долго еще продолжал томиться, чувствовать, что мое сердце осталось там, где только что мне было так хорошо, где все меня так занимало. Напротив, Петербург показался мне пыльным, унылым. Один грохот ломовиков и дрожек по корявому булыжнику представлялся мне безобразием и олицетворением возмутительного варварства. Я даже стал брезгать домашней кухней. Наша кухарка, наши горничные казались мне неопрятными, не говоря уже о дворнике, вваливавшемся в комнаты в своих смазных сапожищах. А что сказать об их манере изъясняться, столь мало похожей на тонкость обращения заграничной прислуги? Это отношение к загранице я сохранил затем на все время своего отрочества и отчасти своей юности. Не зная еще ничего об учении западников и славянофилов или русофилов, я заделался на добрые десяток лет за взятым западником. В известном смысле и мой роман жизни, начавшийся в конце 1885 года, когда мне минуло 15 лет, протекал в заграничной атмосфере. Пожалуй, и прочность этого романа была в некоторой степени обусловлена тем, что та девочка-подросток, которая на моих глазах и в постоянном со мной общении превратилась в барышню и в даму, была дочерью иностранцев и разделяла со мной то, что я не могу иначе назвать, как фанатическим культом иностранного. Впрочем, я и теперь не каюсь в этом, ни за себя, ни за нее, мою подругу. Мало того, я убежден, что именно наша заграничность сыграла значительную и при том положительную роль не только в нашем личном развитии, но и в образовании того культурного ядра, из которого затем возникло целое художественное направление, известное под именем мира искусства. Не спорю, в нашем часто слепом увлечении заграничном было много просто ребяческого и нелепого. Еще больше глупости было в нашем игнорировании многого в русском быту, вовсе того незаслуживающего. Мы просто не умели осознать и оценить то, что составляло самые устои нашего же жизненного счастья. Лишь постепенно однобокое отношение к своему стало меняться. Перевалив 25-летний возраст, мы даже пережили искреннее и прям-таки бурное увлечение всем русским. мы прозрели и это прозрение освежило нас, обогатило нашу душу. Но прозрев, мы не изменили и прежним детским идеалом. Мы не променяли одно на другое, что почти всегда служит обеднению, а приобретая новое, присоединяя новый опыт к старому, мы обогащались, и надо прибавить, что это новое прекрасно укладывалось рядом со старым. Продолжение следует...